Книга воспоминаний Валентина Петровича Катаева «Алмазный мой венец» основана на реальных событиях литературной жизни Москвы, Одессы, Харькова 1920-х годов. Написана она была в 1975-1977 годах и впервые опубликована в июньском номере журнала «Новый мир» за 1978 год. Катаев не называет реальных имен действующих лиц, а именует их псевдонимами. Назовем их. Николай Тихонов «Альпинист» или «Деревянный солдатик». Павел Антокольский «Орликин». Владимир Лакшин «Биограф Синеглазова». Айсидора Дункан «Босонушка». Евгений Петров «Брат». Брат Ильфа Петрова «Брат друга». Велимир Хлебников «Будетлянин». Алексей Хомич «Вратарь». Алексей Крученых «Вьюн». Федор Раскольников «Главный редактор». Жена Евгения Петрова «Девочка». Илья Ильф «Друг». Серафима Суок «Дружочек». Лидия Суок «Жена Птицелова». Юрий Олеша «Ключик». Владимир Нарбут «Колченогий». Владимир Маяковский «Командор». Исаак Бабель «Конармеец». Сергей Есенин «Королевич». Ксения Синякова «Лада». Петр Коган «Литературный критик». Зинаида Шишова «Молодая жена убитого поэта». Борис Пастернак «Мулат». Лев Славин «Наследник». Алексей Толстой «Некто, скупавший по дешевке дворцовую мебель». Виктор Шкловский «Пошляк, сравнивший ключика с Бетховеном». Георгий Шенгели «Поэт-классик». Эдуард Багрицкий «Птицелов». Елена Булгакова «Сестра Михаила Булгакова «Сенеглазка». Михаил Булгаков «Сенеглазый». Николай Асеев «Соратник». Розалия Землячка «Старая большевичка». Василий Казин «Сын водопроводчика». Анатолий Фиолетов «Футурист». Петр Митурич «Художник». Михаил Зощенко «Штабс-капитан». Осип Мандельштам «Щелкунчик». Семен Кесельман «Эскес». 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 Валентин Катаев «Алмазный мой венец». Журнал «Новый мир», 1978 год, шестой номер. Таким образом, оставив далеко и глубоко внизу февральскую вьюгу, которая лепила мокрым снегом в переднее лицо автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки снегоотестителя, сгребая мокрый снег, а встречные и попутные машины скользили южем по окружному шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной. В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще? Думаю, что мне внушил идею вечной весны и вечной славы один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы. Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают. Я сделался свидетелем недолгой славы Брунцитта. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь, память не изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена. Его студия, вернее, довольно запущенный сарай в глубине небольшого садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, голландцами, американцами, падкими на знакомство с парижскими знаменитыми. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунцвика, или как его там, не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал капризничать, отказываться от заказов, разбивать свои творения. У него в студии всегда топилась тюгунная печерка с коленчатой трубой. На круглой конфорке кипел чайник. Он угощал своих посетителей скупо заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые, малоприятные афоризмы об искусстве вояния. Он поносил Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор, ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь? Да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки валялись под ногами среди соломенных деревенских стульев. Это еще более возвышало его в глазах ценителей. Фигаро отвела ему две страницы. На него взирали с обожанием, как на пророка. Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе. Словом он бушевал. Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском. И на всех ужасно плохо, еле понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание, может быть, потому что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы и относился ко мне весьма внимательно и дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком. Вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о Советской России, о нашем искусстве и о своих друзьях. Словом, обо всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело. Брунсвик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул. «Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, богачам, героям, вождям и великим гениям. Я хочу ваять малых сих. Вы все моя тема. Я нашел свою тему. Я предам всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю. Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду, ой, если я его только найду, тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура». Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, среди тюльпанов и роз, вы, наконец, увидите свои извояния, созданные из неслыханного материала. Если я его, конечно, найду. Он похлопал меня под спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись. Образ Брунсвика, или как его там, пропал в провалах моей памяти. И вот теперь, лет через пятьдесят, мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками в коридоре между двух рядов двойных герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное «О», которое можно было истолковать как угодно. Но мною они считались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий. Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописную «Ю» — ключик. Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой «Ю» уже не «Ю», не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска — тень нашего длинного самолета. Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом. Но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникает изображение самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центр-форвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и кинулся вперед. Маленький, коренастый, в серой форменной куртке решильевской гимназии. Без пояса, нос башмаком, волосы упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего галкипера в ворота. В ворота два столба с верхней перекладиной беседки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький решильевец повиноносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе «Браво, я!» Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Как сказали бы теперь, был забит завершающий победный гол этого рядового гимнатического матча, об окончании которого возвестил рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свиста. Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч. В нем принимал участие тощий золотушного вида решильевец в пенсне на маленьком носике, будущую мировая знаменитость центр-форвард сборной команды России, как сказали бы теперь нападающий века, суперстар мирового футбола, богемский. Но тогда он был лишь старшеклассником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбочкой на малокровном лице. Его имя до сих пор легенда футбола. В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется, бесплатным. «Кто забил гол?» спросил я. И тогда второй раз в жизни услышал имя и фамилию Ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по почте для альманаха в пользу раненых, которые я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы? До сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским почерком с нажимами и розчерками. В нем содержалось следующее бессмертное двустишье «Уланский конь скакает в поле по кровавленным телам». Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться. Стихи же, привлекшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком. Круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех Фоксимиля, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах. Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый решильевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол и автор понравившихся мне стихов одно и то же лицо. «Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города, за исключением решильевцев, носили форму черного цвета, решильевцы серого. Среди нас они ее слыли аристократами. Хотя их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий и называлась Одесская первая гимназия, все же она была некогда решильевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали как почетные гости Пушкин, а потом и Гоголь. Я был в черной куртке, он в серой. Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине резиновый мячик. По моим вискам струился пот. Я еще не остыл после проигранной партии. Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство. Мы оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, а ему пятнадцать. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножко подсеверянина. Теперь одному из нас восемьдесят, а другого вообще уже нет на свете. Он превратился в легенду. Но часть его души навсегда соединилась с моей. Нам было суждено стать самыми близкими друзьями, ближе, чем братья. И долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей. Только что я прочел в черновых записях Достоевского. Что такое время? Время не существует. Время есть цифры, которые есть отношение бытия к небытию. Федор Михайлович Достоевский. Я знал это уже до того, как прочел Достоевского. Но каково? Более чем за сто лет до моей догадки о несуществовании времени. Может быть, отсюда моя литературная раскованность, позволяющая так свободно обращаться с пространством? Теперь плечом к плечу со своей женой я стоял среди старинного протестантского кладбища, где на небольших аккуратных могильных плитах были изваяны мраморные раскрытые книги, символы, не дочитанные до конца книги человеческой жизни. А вокруг живописно простирались вечно зеленые луга и пригорки чужой, но милой страны. И хотя весна еще не явилась, но ее вечное присутствие в мире было несомненно. Сюда из-под земли вылезали новорожденные крокусы, и мальчики бегали по откосам, запуская в пустынное, почти уже весеннее небо, разноцветные, не совсем такие, как у нас в России, бумажные змеи с двумя хвостами. Я знал, что этот европейский ландшафт уже был когда-то создан в воображении маленького решельевца. Прижав к себе локоть жены, я наяву наблюдал этот ландшафт глазами мокрыми от слез. Что-то на склоне лет стал сентиментален. Время не имеет надо мной власти, хотя бы потому, что его не существует, как утверждал архиск верный Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение раскованности, то это лично мое. Впрочем, как знать, может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих, и я не более чем изобретатель велосипеда. Глядя на бумажные змеи и на зеленые холмы, мне пришло в голову, что ту книгу, которая впоследствии получила название «Не дня без строчки», Ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучшее и без претензий на затрепанное латинское «Nulla diis sinia limia», использованное древними, а вслед за ними и золя. Он хотел назвать ее «Прощание жизнью», но не назвал, потому что просто не успел. Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю, набила «Вечная весна», а вернее всего «Алмазный мой венец», как в той сцене из Бориса Гудунова, которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно, прелестная сцена. Готовясь к решительному свиданию с самозванцем, Марина советуется со своей горничной Рузей, какие надеть драгоценности. Ну что ж, готовы ли? Нельзя ли поспешить? Позвольте наперед решить и выбор трудный. Что вы наденете? Жемчужную или нить? Или полумесяц изумрудный? Алмазный мой венец. Прекрасно. Помните, его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец? На бале, говорят, как солнце вы блистали. Мужчины ахали. Красавица, шептали. В то время, кажется, вас видел в первый раз Хаткевич молодой, что после застрелился. А точно, говорят, на вас кто не взглянул, тот и влюбился. Нельзя ли поскорей? Нет, Марине не до воспоминаний. Она торопится. Отвергнута жемчужная нить, отвергнут изумрудный полумесяц. Всего не наденешь. Гений должен уметь ограничивать себя, а главное, уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии. Марина уже сделала свой выбор. Я тоже. Все лишнее отвергнуто, оставлен алмазный мой венец. Торопясь к фонтану, я его готов надеть на свою пляшивую голову. Марина — это моя душа перед решительным свиданием. Но где этот фонтан? Не в парке же Монсо, куда меня некогда звал сумасшедший скульптор. Я ошибся, думая, что на острове омываемым теплым течением Гольфстрим, или как его называли в старых гимназических учебниках Гольфстрем, что мне нравится гораздо больше. Весна обычно является на глаза феврале. Но был год дракона, в мире происходили ужасные события, войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти. Меня преследовали неудачи. Мерзкая старуха, баба-яга в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя телефонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня исследовать. Она лишь слегка повернулась узкое лицо к моей жене, окинула ее недобрым взглядом и категорически отказалась выдать справку о здоровье. А затем повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные зубы. «Это не ему, а вам хочется попутешествовать. Лично я не рекомендую». С этими словами она показала свою тощую спину. «Я был настолько уверен в отличном состоянии своего здоровья, что, услышав роковой приговор врача, запрещавший нам лететь в страну вечной весны, сначала не поверил ушам, а потом едва не потерял сознание, все вокруг меня сделалось, как при наступлении полного солнечного затмения. Если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, поднесенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы чего доброго хлопнулся в обморок». К счастью, затмение постепенно заканчивалось, и в проясневшейся комнате явилась добрая фея. Положила меня на клеенчатую лежанку, велела спустить в стоны и как можно крепче поджать колени под живот. Фея была тоже в медицинском халате, но профессорском, более высокого ранга, белоснежная на крахмарином, из-под которого виднились оборочки нарядного платья и стройные, элегантно обутые ноги. Чуть было не написал носки, что было бы весьма бестактно по отношению к профессору. Ее лицо было строго доброжелательное, хотя и вполне беспристрастно. Не оборачиваясь, она повелительным жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрачных хирургических перчаток. Она вынула одну из них и натянула на правую руку. Продолжая процедуру исследования, она осталась вполне довольной, по-королевски скупо улыбнулась, после чего уже ничто не могло помешать нам лететь. Деревья, мало знакомых мне пород, хотя среди них попадались пирамидальные тополя, как в Полтаве, стояли голые, по-зимнему черные. Судя по крокусам, весна уже была где-то совсем близко, рядом, на подходе, это несомненно, но что-то тормозило ее приближение, не давало ей наступать. О проклятый год дракона! Все вокруг еще дышало мучительно медленно умирающей зимой. В моем представлении Англия была страной мягкой зимы и ранней, очень-очень ранней нежной весны. Вероятно, это всего лишь игра воображения. Но неужели воображение не сильнее метеорологии? Поэзия — дочь воображения. А может быть, наоборот, воображение — дочь поэзии? Для меня, хотя и непризнанного, но все же поэта, поэзией прежде всего было ее слабесное выражение, то есть стихи. О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих. Чужие стихи во множестве откладывались в моем мозгу в том его еще малоисследованном отделе, который называется механизмом запоминания, сохраняющим их навсегда наряду с впечатлениями некогда виденных картин, слышанной музыки, касаний, поцелуев, в пейзажей, пробежавших за вагонным окном различных элементов морского прибоя, его света, шума, подводного движения массы ракушек и камешков, многообразие его форм и цветов, его хрупкого шлейфа, временами закрывающего мокрый лиловый песок мировых пляжей Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Ла-Манса, Лонг-Айленда. Англия помещалась где-то среди слоев этих накоплений памяти и была порождением воображения некоего поэта, которого я буду называть с маленькой буквы эскэс, написавшего «воздух ясен и деревья голы, хрупкий снег, как голубой фаянс». По дорогам Англии веселый, вновь трубит старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей вновь зажег решетчатый фонарь. Конечно, в этих строчках, как у нас принято было говорить, переночевал Диккенс, поразивший однажды воображение автора, а потом через его стихи поразил воображение многих других, в том числе и мое. Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой. Не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка. Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались с тем, чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики одинаковые, как близнецы, но в то же время имеющие каждые какие-то неповторимые особенности своих деталей, как и те английские семейства, которые в них обитали. В одном из промелькнувших домиков действительно над оконной нишей гном держал решетчатый фонарь. Над высокой крышей другого могла гаснуть в небе золотая гарь, и на ее фоне чернели рога арукарии. Черные, как бы обугленные деревья, настолько мертвые, что, казалось, дальше так продолжаться не может, и они должны или перестать существовать, или, наконец, воскреснуть, хоть немножко зазеленеть. А между тем, во многих крошечных полисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми листьями, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы. Уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние, а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны. Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны. Трубы заводов, пробегавшие мимо поодиночке, попарно, по три, по четыре, по шесть вместе целыми семьями. Силуэты крекингов, запутанные рисунки газопроводов, ультрасовременные фигуры емкости различного назначения, иногда посеребренных. Однако в темных, закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпусов наглядно выступала старомодность девятнадцатого века викторианской Англии, Великобритании, повелительницы полумира, владычицы морей и океанов, именно такая, какой ее видел Карл Маркс. Движущиеся мимо прозрачно-солнечные картины, не затрагивали воображение, занятого воссозданием стихов того же Эскесса. Вы плачете, Агнесса, вы поете, и ваше сердце бьется, как и в старь. Над старой книгой в темном переплете весна качает голубой фонарь. Весна уже начинала качать голубой фонарь, и мне не было никакого дела до Бирмингема, мимо которого мы проезжали со скоростью шестидесяти километров в час. Ах, этот голубой фонарь вечной весны, выдуманный Эскессом в пору моей юности. Он был эскесс-студентом, евреем, скрывавшим свою бедность. Он жил в большом доме в нижней части Деревасовской улицы в дорогом районе. Но у втором дворе в полуподвале рядом с Зворницкой и Коморкой, где хранились иллюминационные фонарики и национальные белые-сини-красные флаги, которые вывешивались в царские дни. Он жил вдвоем со своей мамой-вдовой. Никто из нас никогда не был у него на квартире и не видел его в матери. Он появлялся среди нас в опрятной, выглаженной и вычищенной студенческой тужурке, в студенческих диагоналевых брюках, в фуражке со слегка выленившим голубым околышем. У него было как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой. Он был горд, ироничен, иногда высокомерен и всегда беспощаден в оценках, когда дело касалось стихов. Он был замечательный пародист, и я до сих пор помню его пародию, навходившего тогда в моду Игоря Северянина. «Кто говорит, что у меня есть муж по кафедре истории прожектор? Его давно не замечаю уж. Не на него направлен мой прожектор. Сейчас ко мне придет один эксцесс, так я зову соседа с ближней дачи. Мы совершим с ним сладостный процесс. Сначала так, а после по-собачьи. Свою пародию Бескес пел на мотив Игоря Северянина, растягивая гласные, и в наиболее рискованных местах сладострастно жмурясь, а при постыдных словах сладостный процесс, его глаза делались иронично масляными, как греческие маслины. Он был поэт старшего поколения, и мы молодые, познакомившись с ним в тот жаркий летний день в полутемном зале литературного клуба в просторещей литературке, куда Петр Пильский, известный критик, приглашал через газету всех начинающих поэтов с тем, чтобы, выбрав от них лучших, потом возить их на показ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать свои стихи в летних театрах. СКС уже тогда был признанным поэтом, и сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных. На этом отборочном собрании, кстати говоря, я и познакомился с Птицеловым и подружился с ним на всю жизнь. Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых «вечерах молодых поэтов», на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно перевирая наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице сценическими глазами, криво сидела Тен-Сне со шнурком и треснувшим стеклом. Рядом с ним всегда сидел ироничный эскез. Я думаю, он считал себя гениальным и носил в бумажнике письмо от самого Александра Блока, однажды похвалившего его стихи. Несмотря на его вечную иронию, даже цинизм, у него иногда делалось такое пророческое выражение лица, что мне становилось страшно за его судьбу. Его мама боготворила его. Он ее страстно любил и боялся. Птицелов написал у него следующую эпиграмму. Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит, вино бросает в жар любовный. Мой Сема должен быть как камень хладнокровной мамашу слушаться и не кричать со сна. Он действительно не пил вина, и у него не было явных любовных связей, хотя он был значительно старше всех нас, еще гимназистов. Одно из его немногочисленных стихотворений, кажется, то, которое понравилось Блоку, считалось нашим шедевром. Он сам читал его с благоговением как молитву. Прибой утих. Молите Бога, чтоб был обилен ваш улов. Трудная пенистая дорога по мутной зелени волов. Все холодней, все позже зори, плывет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам. Опасны пропасти морские, но знает корм чеваш седой, что ходят по морю святые и носят звезды над водой. У меня уже начала разрушаться память, и некоторые волшебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи из старинных замков эпохи Возрождения. Так пришлось их заменить другими собственного изготовления. Но, к счастью, лучшие строчки сохранились. Еще там упоминался святой Николай с темным ликом и белой бородой, покровитель моряков и рыбаков. Почему нас так волновали эти стихи? Может быть, мы были этими самыми бедными лонжероновскими рыбаками, и сентябрь ярусами плыл по низким облакам, и нам снились несказанные блоковские сны, и по морю где-то далеко за дофиновкой ходили святые, и над водой носили звезды Юпитер, Вегу, Сириус, Венеру, полярную звезду. Настало время, и все мы один за другим покинули родной город в поисках славы. Один лишь эскэс не захотел бросить в свой полуподвал свою стареющую маму, которая привыкла астматически дыша тащиться с корзинкой на привоз за скумбрии и за синенькими, свой город, уже опаленный огнем революции, и навсегда остался в нем, поступил на работу в какое-то скромное советское учреждение, кажется, в губернский транспортный отдел, называвшийся сокращенно юмористическим словом Губтрамот, бросил писать стихи и впоследствии во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации вместе со своей больной мамой погиб в фашистском концлагере. В раскаленной печи с высокой трубой, откуда день и ночь валил жирный черный дым. Теперь из всей нашей странной республики гений, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата. Нет возврата. Но безвозвратно исчезая, они навсегда остались в моей памяти, и я обречен никогда не расставаться с ними, а также со многими большими и малыми гениями из других республик и царств, даривших меня своей дружбой, ибо между поэтами дружба это не что иное как вражда, вывернутая наизнанку. Не могу взять грех на душу и назвать их подлинными именами. Лучше всего дам им прозвище, которые буду писать с маленькой буквы, как обыкновенные слова, ключик, птицелов, эскез. Исключение сделаю для одного лишь командора. его буду писать с большой буквы, потому что он уже памятник и возвышается над Парижем поэзией Эйфелевой башней, представляющей собой как бы некое заглавное печатное А. Высокая буква над мелким шрифтом вечного города. А, щелкунчик будет у меня, как и все прочие, с маленькой буквы, хотя он, может быть, и заслуживает большой буквы, но ничего не поделаешь, он сам однажды, возможно, даже бессознательно назвал себя в автобиографическом стихотворении с маленькой буквы. Куда как страшно нам с тобой товарищ, большеротый мой. Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок дурак. А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом, да видно нельзя никак. Он сам напророчил свою гибель мой бедный, полусумасшедший щелкунчик, дружок дурак. Ю, Ох, я уже назвал ключиком, ведь буква Ю, это в конце концов и есть нечто вроде ключика, а остальные прописные О, иллюминаторов, были заглавные буквы имен его матери и жены. Как странно, даже противоестественно, что в мире существует порода людей, отмеченных божественным даром жить только воображением. Мы были из этой породы. Подобно Донне Анне, скрестившей на сердце руки, мы видели неземные сны, но проснувшись, тотчас забывали их. Забытое сновидение, как призраки, являлись в наших стихах, и трудно было понять, из каких глубин сознания они взялись. Некогда давным-давно, еще до Первой мировой войны, до моего знакомства с ключиком, Птецелов стоял на сцене дачного театра. Отсутствие гимназического пояса, а также гимназическая куртка со светлыми пуговицами, обшитыми для маскировки серой материи, делали его похожим на выгнанного ученика или экстерна, предосторожность не лишняя, так как учащимся средних учебных заведений строго запрещались публичные выступления, за это беспощадно выгоняли с волчьим билетом. Я тоже участвовал в вечере младых поэтов, происходившим днем, и так же, как и Птецелов, скрывал, что я гимназист. Наш товарищ из аристократов Барон Фон одолжил мне свою визитку шелковый галстук с модным рисунком павлиний глаз, и я со своей головой стриженной под нуль выглядел чучело-чучелом. Нам с башен рыдали церковные звоны, для нас подымали узорчатый флаг, и мы заряжали, смеясь, мушкетоны, и воздух чертили ударами шпах. Рыча и брызгая, слюной выкрикивал Птецелов в полупустой полутемный зал, освещенный стрелами летнего солнца, бившего сквозь дощатые стены и дырочки от выпавших сучков. Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты, как у борца. Косой пробор расстрепался, и волосы упали на низкий лоб. Бодлеровские глаза мрачно смотрели из-под бровей, зловеще перекошенный рот, при слове смеясь, обнаруживал отсутствие переднего зуба. Слова чертили ударами шпаг, он подкреплял энергичными жестами, как бы рассекая по разным направлениям балаганный полусвет летнего театра воображаемой шпагой, и даже как бы слышался звук заряжаемых мушкетонов, рыдания церковных звонов с каких-то башен, по всей вероятности зубчатых, и прочие, как я понял, впоследствии гумилятины. Птицелух принадлежал к той элите местных поэтов, которая была для меня недоступна. Это были поэты более старшего возраста, в большинстве своем декаденты и символисты. На деньги богатого молодого человека, сына банкира, мецената и дилетанта, для этой элиты выпускались альманахи квадратного формата на глянцевой бумаге с шикарными названиями шелковые фонари, серебряные трубы, авто в облаках и прочее в этом роде. В эти альманахи, где царили Птицелов и Эскес, как звезды первой величины, мне с моими реалистическими провинциальными стишками ходу не было. И еще бы, они даже свою группу называли аметистовые уклоны. Где уж мне? Когда наскучат ей лукавые новеллы и надоест лежать в плетеных гамаках, она уходит в порт смотреть, как каравеллы из дальних стран плывут на темных парусах. Читал Птицелов с упоением свою знаменитую креолку. От старых кораблей так смутно пахнет дегтем и прочее. Видимо, все это он позаимствовал из пиратских романов Стивенсона, которые читал на уроках, пряча под парту журнал «Мир приключений». Несмотря на всю мою приверженность к русской классической литературе, поэзии Кольцова, Некрасова, Никитина, не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, несмотря на увлечение Фетом, Полонским, впоследствии Буниным, я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавочки на ремесленной улице. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом жизни животных Брэма, его любимой книги, на антресолях двухкомнатной квартирки, окнами на унылый темный двор, с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки. Его стихи казались недосягаемо прекрасными, а сам он гением. Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры «Дионис! Дионис!» Дионис! Дионис! Декламировал он набить свое коронное стихотворение. Утомясь после долгой охоты, запылив свой пурпурный наряд, ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград. Эти стихи были одновременно и безвкусные, и необъяснимо прекрасны. Казалось, птицелов сейчас захлебнется от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой, и вся его как бы гладиаторская внешность ничто иное, как не без труда давшаяся поза. Даже небольшой шрам на его мускулисто-напряженной щеке, след детского пореза осколком оконного стекла, воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги. Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд, запылившийся во время охоты? Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ, мало того, что он холодный и серый, но еще и водопадом свергающийся вниз? Необъяснимо. Впоследствии он стал писать по-другому, более реалистично и медленно созревая, сделаться тем прославленным поэтом, имя которого, вернее, его провинциальный псевдоним, принимается как должное, к нему просто привыкли. Прошло более полувека, и однажды я, все в той же погоне за вечной весной, очутился в Сицилии, куда мы прилетели из Рима, предварительно пройдя все зловещие процедуры в аэропорту Фью-Мачино. Угон самолетов уже стал делом обыкновенным. Воздушное пиратство. Поэтому всех пассажиров тщательно обыскивали, и надо было проходить через какую-то электромагнитную раму, реагирующую на присутствие всякого металлического предмета, например, ручного пулемета или бомбы. Так как Сицилия считается центром всемирной мафии, то осмотр производится особенно строго. Единственное исключение агенты полиции сделали для пожилой монахини с тяжелым саквояжем в руках. Ее пропустили без осмотра. По всем законам авантюрного жанра именно эта монахиня и была наиболее опасным членом мафии, и в ее саквояжи, конечно, должен был находиться автомат или какое-нибудь взрывное устройство. Во время всего короткого перелета Рим-Палермо я не спускал глаз монахине, равнодушно перебиравшей четки, а когда она открыла свой чемодан и, надев очки, стала в нем копаться, я проклял судьбу, угораздившую посадить нас именно в этот проклятый самолет, который могут угнать куда-нибудь к черту на рога в Африку или даже взорвать в воздухе. Я не обращал внимания на красоту расстилавшегося под самолетом Теренского моря и перестал волноваться лишь после того, как наш самолет Алиталия пошел на посадку и мимо нас побежали прибрежные скалы, холмы, покрытые апельсиновыми рощами, желтая полоса пляжа на кружевной кромке до слез синего моря и мы покатились по бетонной полосе небольшого провинциального аэродрома. Не помню, был ли я прежде в Палермах, но этот город показался мне знакомым. Не буду его описывать. В памяти сохранился лишь какой-то людный перекресток с раковиной фонтана, вделанный в угол старого итальянского дома. Из львиной пасти в эту мраморную раковину лилась не слишком обильная струя воды. Но раковина была переполнена, видно, что-то засорилось. Водопровод был дряхлый, вероятно, его чинили в последний раз в начале 20 века. Из раковины на тротуар изливалась вода, натекла большая лужа, по которой шлепали прохожие, проклиная отдел коммунального хозяйства. Весь перекресток был покрыт синей утренней тенью. Перед входом в дряхлый величинный собор росла целая роща африканских пальм. Пахло светильным газом, горячим кофе, ванилью. И во всем этом было столько старо-итальянского, сицилианского, что я вспомнил давнее-придавнее время и наше путешествие с папой и маленьким моим братом, братиком, на пароходе из Одессы в Неаполь с заходом в разные порты. В Палермо, кажется, не заходили. Заходили в Катанию и Мессину. Но все равно, теперь, когда в памяти все смешалось, я перенесся в ту неизмеримо далекую пору своей жизни, когда впервые увидел Италию, старую, королевскую, с осликами или даже мулами с красными чехольчиками на ушах и черными шорами, что делало их как бы слепыми, с тесными ловчонками, где продавался вкусный ледяной оранжат и шипучий лимонад в бутылочках, закупленных вместо пробок, маленькими матово-стеклянными шариками, которые нужно было протолкнуть внутрь. Теперь, как и тогда, переходя по диагонали перекресток, не все равно, где это было в Катании или Палермо, из синей тени на залитую почти африканским солнцем сторону, я промочил туфли возле раковины углового фонтана с Мадонной в нишей, украшенной цветами и разнообразными лампадками. Но все это не важно. Извините, я отвлекся. Важно то, что в туристском автобусе мы объехали треугольник Сицилии, окруженный со всех сторон Ализариновой синевой Средиземного моря, останавливаясь по дороге возле древнегреческих храмов, но не из белого мрамора, как в Греции, а из местного желтого камня. Возле мраморных развалин римских городов, поверженных в прах войсками Карфагенин, ужасный след пяты Ганнибала, шагнувшего под трубный рев боевых слонов через Сицилию на Апеннинский полуостров по дороге к Золотым воротам Рима. А может быть, разрушенных землетрясениями все дни, когда вдруг посыпалась Этна, извергая из своих семи кратеров огонь и дым, и, швыряя в небо раскаленные каменные бомбы, заставляя трескаться землю, обжигая лавой виноградники и обволакивая остров клубами сернистых газов, озаренными снизу отцветами преисподней. Кто знает, какая нечеловеческая сила разрушила циклопические постройки древней Сицилии, и почему иные из них остались почти нетронутыми, неповерженными вопрах. Но теперь громадные кубические камни разрушенных городов взросли кустами одуреющей душистой седой полыни, такой зловещей серебряной на фоне пустынного моря, почерневшего от дождевых туч, надвигавшихся откуда-то из Ливии, из Туниса, из Карфагена, от которого почти ничего не осталось, кроме легенды, кроме флаберовской Саламбо. Здесь под ливнем, внезапно обрушившимся на мраморные развалины, в толпе американских туристов, как стадо испуганных лошадей, бегущих к автобусам, я ощутил страшное одиночество, в счету человеческих цивилизаций, поглощаемых одна за другой непознаваемой бездной тысячелетий, по сравнению с которыми моя жизнь не более чем мгновенное сновидение. Перечитываю написанное, мало у меня глаголов, вот в чем беда. Существительное это изображение, глагол действия, по соотношению количества существительных с количеством глаголов можно судить о качестве прозы. В хорошей прозе изобразительное и повествовательное уравновешено. Боюсь, что я злоупотребляю существительными и прилагательными. Существительное, впрочем, включает в себя частый эпитет. Слово бриллиант, например, не надо предавать слово сверкающий. Оно уже заключено в самом существительном. Извишество изображений болезнь века, мавизм. Почти всегда в хорошей современной прозе изобразительное превышает повествовательное. Нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования. Писатели 18 века до 17 были в основном повествователи. 19 век украсил голые ветки повествования цветными изображениями. Наш век победа изображения над повествованием. изображения присвоили себе таланты и гении, оставив повествование остальным. Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое, мы стали язычниками. Наш бог материя, вещество. Но не пора ли вернуться к повествованию, сделав его носителем великих идей? Несколько раз я пытался это сделать. Увы, я слишком заражен прекрасным негдугом мною же выдуманного мовизма. Ведь даже Библия сплошь повествовательна. Она ничего не изображает. Библейские изображения появляются в воображении читателя из голых ветвей повествования. Повествования каким-то необъяснимым образом вызывают картину, портрет. В Библии не описана внешность Кайна. но я его вижу как живого. Единственное, что меня утешает, это Гомер, который был великим изобразителем. Изображение у него несет службу повествования. Он даже эмпиричен, как и подобает подлинному мовисту. Что увидел, то и нарисовал, не стараясь вылизать свою картину. Бессонница, Гомер, Туги Паруса. Я список кораблей прочел до половины. Оказывается, простой список кораблей это не статистика, а поэзия. А вообще ничего не поделаешь. Каждый пишет как может, а главное как хочет. Терпение. И знайте, что все мои изображения в конце концов лишь элементы повествования, которые я продолжаю. В конце концов мы очутились в Сиракузах. Распахнув окно с решетчатыми жалюзи, мы увидели все то же Средиземное море и порт, куда как раз в это время входил длинный старомодный пароход моего детства, черного цвета, суриково-красной полосой ватерлинии, но так как пароход был мало загружен, то красная полоса была довольно широкой, а из-за горизонта из Африки дул все тот же октябрьский теплый ветер и гнал, все гнал, все гнал, синие до черноты средиземноморские волны. Мы ходили в стаде туристов по ярусам знаменитого на весь мир древнегреческого театра, удивляясь, как хорошо сохранился его полуциркульный амфитеатр, вырубленный из одного гигантского каменного монолита. Перепрыгивая со ступени на ступень, как по каменной лестнице его рядов, мы спустились вниз и ходили по плитам сценической площадки, и наши голоса отчетливо слышались в самых верхних рядах, где камень уже соприкасается с ярким безоблачным античным небом. Так что чудо акустики, текст древних трагедий, произносимый актерами на Катурнах и в большеротах масках, доходил до зрителей одинаково ясный, неискаженный пространством, непреложный, как ужасные веления рока. Здесь умирали герои, но это была не настоящая смерть, а лишь театральное ее изображение, в то время как рядом в древнеримском цирке, также удивительно сохранившемся, грубо, варварски, дико властвовала подлинная смерть, лишенная поэтической оболочки. Из каменных загонов на арену выпускали диких свирей. Подрев низменной римской черни, львы разрывали на части рабов-гладиаторов или христиан, простиравших к небу свои белые окровавленные руки. Наглядное свидетельство того, как некогда высокогуманная древнегреческая культура была попрана и поглощена низменной культурой завоевателей римлян, превративших Сицилию в дачную местность Рима, куда патриции, богачи, приезжая на каникулы на своих треремах с красными парусами и злоченными мачтами целыми семьями вместе с рабами и блаженствовали на своих виллах, от которых до наших дней сохранились лишь мозаичные полы многочисленных комнат. Рисунок каждого пола соответствовал назначению комнаты. На полу столовой были изображения рыб, фазанов, лангуст, мурен, блюда дичи, амфор и вина. На полу комнаты для гимнастических упражнений можно было рассмотреть изображения молодых девушек в коротких туниках, делающих, может быть, утреннюю зарядку. Некоторые даже держали в руках гантели и гимнастические палки. Особая комната для любви имела пол с изображением высокого ложа, окруженного амурами. В детской мозаичное изображение игрушек. Видимо, из самой жизни все у них было строго регламентировано, как в государстве. Но все эти туристские впечатления не трогали моей души и оказались пустяком в сравнении с тем, что ожидало меня через несколько минут. Пройдя сквозь субтропический сад с померанцевыми деревьями, смоковницами, странными невиданными цветами, мы почувствовали сырую теплоту застоявшегося воздуха и очутились перед естественной каменной стеной необыкновенной высоты. Можно было подумать, что это навсегда окаменевший гладкий серый водопад, неподвижно свергающийся откуда-то с высот безоблачного сицилийского неба. В этот миг мне показалось, что я уже когда-то видел эту серую стену, или, по крайней мере, слышал о ней. Но где, когда? В стене сверху донизу темнела трещина, глубокая щель, естественный вход в некую пещеру, даже, может быть, сказочную, откуда тянуло подземным холодом. Пол этого таинственного коридора, уводящего во мрак, был покрыт тонким, неподвижным слоем бирюзовой воды, из которой росли какие-то странные, я бы даже сказал, малокровные растения, докаденски изысканных форм, неестественно бледного, болотно-бирюзового цвета. Цветы мифического подземного царства, откуда нет возврата. Нет возврата. Этой картине должна была сопутствовать какая-то неземная печальная музыка и какие-то слова, выпавшие из памяти, но какие? Выпадение из памяти всегда мучительно, вы слышите хорошо знакомую музыку, но как она называется забыли. Идет хорошо вам знакомый человек, но его имя выпало из памяти. Распалась ассоциативная связь, которую так мучительно трудно наладить. Я окаменел от усилий вернуть забытые, но некогда хорошо известные слова, вероятно даже стихи. Вдруг все объяснилось, наш гид произнес, сеньора, внимание, перед вами грот Диониса, грот Диониса. В тот же миг восстановилась ассоциативная связь. Молния озарила сознание. Да, конечно, передо мной была не трещина, не щель, а вход в пещеру, в грот Диониса. Я услышал задыхающийся астматический голос молодого птицелова гимназиста, взывающего из балаганной дневной полутьмы летнего театра к античному богу. Дионис, Дионис, Дионис! Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры Дионис, Дионис, Дионис! Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий каменный водопад со входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда. «Здесь, сеньоры», сказал гид в клетчатом летнем костюме с нафабренными усами, «бог Дионис впервые выжил виноград и научил людей делать вино. Ну да, ты ушел в бирюзовый грот выжимать золотой виноград». Я не удивился, если бы вдруг тут сию минуту увидел запыленный пурпуровый плащ, выходящего из каменной щели кудрявого бога в венке из виноградных листьев, с убитой серной на плече, с колчаном и луком за спиной, с кубком молодого вина в руке, прекрасного и слегка во хмелю, как сама поэзия, которая его породила. «Но каким образом мог мальчик с ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, куда надо было подниматься из кухни покрашенной деревянной лесенки, и где он, изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке и кальсонах, скрестив по-турецки ноги, сидел на засаленной перине и, наклонив лохматую нечесанную голову, запоем читал Стивенсона Эдгара По или любимый им рассказ лескова Шарамур, не говоря уж о Бадлере, Верлене, Артюре Римбо, Ле Конте де Лиле, Эрезе и всех наших символистов, а потом акмеистов и футуристов, о которых я тогда еще не имел ни малейшего представления. Как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было? Телепатия? Ясное видение? Или о гроте Диониса рассказал ему какой-нибудь моряк торгового флота, совершавший рейсы Одессы-Сиракузы? Не знаю. И никогда не узнаю, потому что Птицелова давно уже нет на свете. Он первый из нас левантинцев ушел в ту страну, откуда нет возврата. Нет возврата. А может быть есть? Раз уж я заговорил о Птицелове, то не могу не вспомнить тот день, когда познакомил его с Королевичем. Москва, двадцатые годы, Тверская. Кажется, они, Птицелов и Королевич, понравились друг другу. Во всяком случае, Королевич уже тогда очень знаменитый, доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя, конечно, еще не прочитал ни одной его строчки. Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкина и уселись на бронзовой цепи, низко окружавшей памятник, который в то время еще стоял на своем законном месте в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному страстному монастырю нежно-селеневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам. До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где он стоял. Привычка. Недаром же командор написал, обращаясь к Александру Сергеевичу, на Тверском бульваре очень к вам привыкли. Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склоненной курчавой головой в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне страстного монастыря. Не уверен, что во время свидания двух поэтов Птицелова и Королевича страстной монастырь еще существовал. Кажется, его уже тогда снесли. Будем считать в таком случае, что в пустоте остался отцвет его бледно-сиреневой окраски. Для людей моего поколения есть два памятника Пушкина. Оба одинаковых Пушкина стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, светофорами, жезлами регулировщиков. Один Пушкин призрачный. Он стоит на своем старом законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполнимой пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного Пушкина, окруженного фонарями бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале двадцатых годов два поэта и третий я, их современник. А Пушкин сегодняшний для меня лишь призрак. Желая поднять Птицелова в глазах знаменитого королевича, я сказал, что Птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и предложил Птицелову тут же, не сходя с места, написать сонет на тему Пушкин. Птицелов взял у королевича автоматическую ручку и на обложке толстого журнала «Жизнь», который был у меня в руках, написал сонет Пушкину по всем правилам пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами А, Б, Б, А в первых двух четверостиших и с парными рифмами в двух последних торцетах. «Все честь по чести». Что он там написал, не помню. Королевич завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке жизни несколько строчек своими кругленькими полудетскими буковками, почти не связанными друг с дружкой. «Сонет», подозрительно спросил птицелу. «Сонет», запальчиво сказал королевич и прочитал вслух следующее стихотворение. «Пил я водку, пил я виски, только жаль без вас, быстрицкий. Мне не нужно ада, фраев, лишь бы Валя был катаем, потому что участь наша на твою похожа, Саша». При последних словах он встал со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном. Фамилию Птицелова он написал не точно, Быстрицкий, а надо было... Журнал «Жизнь» с двумя бесценными автографами у меня не сохранился. Я вообще никогда не придавал значения документам, но поверьте мне на слово, все было именно так, как я здесь пишу. Смешно и трогательно. Теперь на том месте, где все это происходило пустота. С этим мне трудно примириться. Да и улицы Горького в памяти моей навсегда осталась Тверской из Евгения Онегина. Вот уж по Тверской возок несется сквозь ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стая галок на крестах. Почти такой увидел я Москву, когда после гражданской войны приехал с юга. Впрочем, Москва уже была не вполне онегинская. Хотя львы на воротах и стая галок на крестах, а также аптеки, фонари, бульвары и прочее еще имелись в большом количестве, но, конечно, трамваи были уже не онегинские. Москва Пушкинская превращалась в Москву Командора, Москву Неповскую. Проезжие прохожих режем, еще храпит Москва Деляк, Тверскую ржет, Тверскую режет сорокасильный Каделяк. Это тоже призрак. Память разрушается, как старый город. Пустоты перестраиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержанием, а в провалах памяти остаются лишь призраки ныне уже несуществующих упраздненных улиц, переулков, тупичков. Но как устойчивые эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий? Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те, которые их заменили эффект присутствия. Я изучал Москву и навсегда запомнил ее в ту пору, когда еще был пешеходом. Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком торопясь, вглядывались в окружающий нас мир города во всех его подробностях. Это была география столицы еще так недавно пережившей уличные бои Октябрьской революции. Два многоэтажных обгоревших дома с зияющими окнами на углу Тверского бульвара и Большой Никистской, сохранившаяся аптека, куда носили раненых, несколько пугнутых трамвайных столбов, пробитых пулями, поцарапанные осколками снарядов стены бывшего Александровского военного училища, здания Рев воен Совета Республики, две шестидимовки во дворе музея революции бывшего английского клуба, еще так недавно отстреливавшие с воробьиных гор Кремль, где засели юнкера. Множество стареньких, давно неремонтируемых церквушек, неописуемо прекрасной древнерусской архитектуры, иные со снятыми крестами, как бы обезглавленные. Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности города, ставшего центром мировой революции. Я давно уже перестал быть пешеходом, езжу на машине. Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на перекрестках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности всматриваться в их превращение. Командор был тоже прирожденным пешеходом, хотя у первого из нас у него появился автомобиль, вывезенный из Парижа Рено, но он им не пользовался. На Рено разъезжала по Москве та, которой он посвящал все свои поэмы. А он ходил пешком, нагло выше всех прохожих, изредка останавливаясь среди толпы для того, чтобы записать в маленькую книжку только что придуманную рифму и листочку. Город начал заново отстраиваться с пригородов, с подмосковных бревенчатых деревенек, с пустырей, со свалок, со врагов, на дне которых сочились сточные воды, поблескивали болот, с опоросшие ряской и всякой растительной дряни. На их месте выстроены новые кварталы, районы, целые города клетчатых, ребристых домов-транзисторов, домов-башен, издали не дать мне взять напоминающую губную гармонику, поставленную вертикально. Я люблю проезжать одним из них среди разноцветных пластмассовых балконов, гордясь торжеством своего государства, которое с неслыханной быстротой превратило уездную Россию в мировую индустриальную сверхдержаву, о чем в нашей юности могло только мечтаться. Теперь это кажется вполне естественным. До поры до времени старую Москву, ее центральную часть не трогали. Почти все старые московские уголки и связанные с ними воспоминания оставались примерно прежними и казались навечно застывшими, кроме, конечно, Тверской, превратившейся в улицу Горького и совершенно переменившейся. Впрочем, к улице Горького я почему-то скоро привык и уже с трудом мог восстановить в памяти, где какие стояли церкви, колокольни, магазины, рестораны. Преображение Тверской не слишком задевало мои чувства, хотя я часто и грустил по Онегинской и Тверской по ее призраку. Я был житель другого района. Другой район являлся в сущности совсем другим миром. Я почти неощутимо пережил эпоху новых мостов через Москву-реку и передвижение громадных старых домов с одного места на другое, эпоху строительства первых линий метрополитена, исчезновение храма Христа Спасителя, чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят. Теперь вместо него плавательный бассейн с вечной шапкой теплого пара, над его изумрудной водой, теплой, можно купаться даже в лютые морозы. Субтитры подогнал «Симон» на месте плавательного бассейна я до сих пор вижу призрак храма Христа Спасителя, на ступенях которого перед бронзовой дверью сижу я, обняв заплечися Синеглазку, и оба мы спим, а на рассвете приливает, где-то вверху жужжит аэроплан, и мне кажется, что все вокруг, весь город, умершулен каким-то новым газом, так, как якобы уже началась новая война, и мы с Синеглазкой тоже уже умершулены, нас уже нет в живых, а мы только две обнявшиеся тени. потом наступила более тягостная эпоха перестановки и уничтожения памятников. Незримая властная рука переставляла памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски. Она переставила памятник Гоголю, работой гениального Андреева, тот самый памятник, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувший свой длинный птичий нос в воротник бронзовой шинели, почти весь потонув в этой шинели, в Сарбатской площади во двор особняка, где по преданию сумасшедший писатель сжег в камине вторую часть мертвых душ. А на его место водрузила другого Гоголя во весь рост, в коротенькой пелеринке на скучном официальном пьедестале. Не то водевильный артист, не то столоначальник, лишенный всякой индивидуальности и поэзии. Когда я приехал впервые в Москву, улица Кирова была еще Мясницкой, и по ней кривой и извилистой я ехал с Курского вокзала на извозчичьих санках на так называемом Ваньке, из числа тех, на которых еще езживал Антон Чехов, застегнувшись суконной, проеденной молью, полостью на рыбьем меху. Москва еще казалась мне непознаваемой, как страшный сон. Несмотря на мартовский снег, круживший среди незнакомых мне столичных домов, я уже слышал в воздухе что-то, обещающее весну. Сани ныряли с ухаба на ухаб, возя меня по неведомым улицам неведомо куда, в метель, в только что зажегшиеся страуцевые яйца голубоватых электрических фонарей на Лубянской площади, посредине которой возвышался за всыпанный снегом итальянский фонтан, а извозчик в касторовой шляпе-цилиндре с металлической пряжкой время от времени почмокивал губами, понукая свою клячу и приговаривал традиционную извозчичью присказку «С горки на горку барин даст наводку». А барин-то был в потрепанном пальтишке перешитом из солдатской шинели и в ногах у него стояла плетеная корзинка запертая вместо замочка карандашом а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья начинался третий год революции впоследствии Мясницкую переименовали в улицу 1 мая потом как-то незаметно в шуме НЭПа она опять стала Мясницкой и оставалась ее до тех пор пока не получила окончательное название улицы Кирова вероятно в память того сумрачного декабрьского денька когда посредине улицы по неубранному снегу издавая тягостный звук мельничного жерного поворачивались колеса пушечного лафета с низкоустановленным гробом с телом убитого Кирова перевозившегося с ленинградского вокзала в колонны зал дома союзов а за лафетом темной толпой шли провожающие наступая на хвойные крестики и матерчатые цветочки падающие свинков на свинцовый декабрьский снег по воле случая я шел в похоронной процессе ужасаясь зрелищу свидетелем которого мне довелось стать эту картину память принесла мне из сравнительно недавнего прошлого а еще раньше в то время когда улица называлась Мясницкой мне суждено было судьбой жить в ее районе вдруг тормоза взвизгнули машина резко затормозила перед красным светофором если бы не пристегнутые ремни я мог бы стукнуться головой ветровое стекло это несомненно был перекресток Кировской и Бульварного Кольца но какая странная пустота открылась передо мной на том месте где я привык видеть водопьяный переулок его не было он исчез этот водопьяный переулок он просто больше не существовал он исчез вместе со всеми домами составлявшими его как будто их всех вырезали из тела города исчезла библиотека имени Тургенева исчезла булочная исчезла междугородная переговорная открылась непомерно большая площадь пустота с которой трудно было примириться пустота казалась мне незаконной противоестественной как то непонятное незнакомое пространство которое иногда приходится преодолевать во сне все вокруг знакомо но вместе с тем совсем незнакомо и не знаешь куда надо идти чтобы вернуться домой и ты забыл где твой дом в каком направлении надо идти и ты идешь одновременно по разным направлениям но каждый раз оказываешься все дальше и дальше от дома а между тем ты отлично знаешь что твой дом где-то совсем рядом рукой подать он есть существует но его не видно он как бы в другом измерении он стал невидимкой реконструкция знакомого перекрестка была сродни выпадению из памяти в Москве уже стали выпадать целые кварталы выпала добрая половина перекрестка которому издавна тяготел тот особый старомосковский мир поэтов и художников куда меня случайно занесло в первый же день пребывания в Москве и долго потом держало в плену пока мы стояли у красного светофора пропуская поперечный транспорт я все никак не мог примириться с мыслью что водопьяного переулка больше не существует не существует дома где проходила большая часть жизни командора в той странной нигилистической семье где он был третий и где помещался штаб лефов гонявших чаи с вареньем и пирожными покупавшимися отнюдь не в Моссельпроме который они рекламировали а участников известных еще с дореволюционного времени кондитеров Бартельца с чистых прудов и Дюваля с Покровки угол Машкова переулка не существует и входной двери ведущей с грязноватой лестницы в их интеллигентное логово со стеллажами набитыми книгами и с большим чайным столом покрытым камчатной скатертью дверь эта выглянная мелом была исписана вдоль и поперек автографами разных именитых и неименитых посетителей тяготевших к лефу среди которых какая-то коварная рука умудрилась отчетливо вывести анилиновым карандашом стихотворный пасквиль командор в одной из своих поэм описал эту часть Москвы следующими скупыми словами он тогда стремился к простоте и лаконизму и даже однажды сказал язык мой гол лубянский проезд водопьяный вид вот вот фон он делил свою жизнь между водопьяным переулком где принужден был наступать на горло собственной песни и лубянским проездом где в многокорпусном доходном перенаселенном доме в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленным камином шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотографии Ленина на высокой трибуне подававшегося всем корпусом вперед с протянутой в будущее рукой здесь оставаясь наедине сам с собой он уже не был главнокомандующим левым фронтом отдающим гневные приказы по армии искусств а почему не атакован Пушкин и прочие генералы классики здесь он не писал нигде кроме как в мостель проме и товарищи девочки товарищи мальчики требуете у мамы эти мячики подаваемые теоретиками из водопьяного переулка чуть ли не как сверхновая форма классовой борьбы чуть ли не как революционная пропаганда нового мира и неспровеждение старого которого нами оставляются только папиросы Ира здесь он писал я себя под Лениным чищу здесь же он и поставил точку в своем конце и сейчас еще слышатся мне широкие гулки и шаги командора на пустынной ночной Мясницкой между уже не существующим водопьяном и лубянским проездом переименованным в проезд Серова к перекрестку Мясницкое бульварное кольцо тяготило несколько зданий ныне исторических не говоря уже о главном почтанте географическом центре Москвы откуда отчитывались версты дорог идущих в разные стороны от белокаменной первопрестольной здесь же находился в хуто Мас в недавнем прошлом школа вояния и зодчества прославленная именами Серова Врубеля Левитана Коровина сюда захаживал молодой Чехов водивший дружбу с московскими живописцами своими сверстниками здесь обитал художник Пастернак и рос его сын который вспоминая свою юность впоследствии писал мне 14 лет в хуто Мас еще школа вояния звон у Флора и Лавра сливается шарка немного раздается звонок голоса приближаются скрябин о куда мне бежать от шагов моего божества помню маленькую церквушку Флора и Лавра ее шатровую колокольню как бы прижавшуюся к ампирным колоннам полукруглого крыла в Хутемаса церковка эта вдруг как бы на моих глазах исчезла превратилась в дощатый барак бетонного завода метростроя вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли да еще рядом с Футемасом против почтамта чайный магазин в китайском стиле выкрашенный зеленой масляной краской с фигурами двух китайцев у входа он существует и до сих пор и до сих пор проходя мимо вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая а потом уже не помню что во дворе в Хутемасе куда можно было проникнуть смесь низко через длинную темную трубу подворотня было кажется два или три высоких кирпичных нештукатуренных корпуса в одном из них находились мастерские молодых художников здесь же в нетопленной комнате существовал как некое допотопное животное мамонт великий поэт председатель земного шара Будетлянин странный гибрид пансловизма и октябрьской революции писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке на клочках бумаги который безо всякого порядка засовывал в наволочку а если иногда выходил из дома то нес с собой эту наволочку набитую стихами прижимая ее к груди вечно голодный но не ощущающий голода окруженный такими же как он сам нищими поклонниками празелитами он жил в своей запущенной комнате тут же рядом гнездился левейший из левых самый непонятный из всех русских футуристов Вьюн по природе автор легендарной строчки Дырбулщир он питался кашей сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса хранившейся между двух оконных рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варения он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых Вьюн так мы будем его называть промышлял перекупкой книг мелкой картежной игрой собирал автографы никому не известных авторах в надежде что когда-нибудь они прославятся внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей причастных к искусству где охотно читал пронзительно крикливым детским голосом свои стихи причем приплясывал делал рапирные выпады вращался вокруг своей оси кривлял со своим остроносом лицом мальчика старичка у него было пергаментное лицо скопца он весь был как бы заряжен неким отрицательным током антипоэтизма иногда более сильным чем положительный заряд общепринятой поэзии по сравнению с ним сам великий Будетлянин иногда казался несколько устаревшим а командор просто архаичным в общежитии обитали ученики в Хутемаса которым Октябрьская революция открыла двери в искусство принадлежавшее народу все эти обросшие бородами молодые провинциалы оказались в живописи крайне левыми даже кубизм казался им слишком буржуазно отсталым перемахнув через Пикассо голубого периода и через все его эксперименты с разложением скрипки в разных плоскостях молодые хутемасовцы вместе со своим же собратом московским художником Кандинским изобрели новейшие из новейших течений в живописи абстракционизм который впоследствии перекочевал в Париж обосновался на Монпарнасе где к общему удивлению держится до сих пор доживая впрочем свои последние дни но тогда в нищей голодной зажатой в огненном кольце наступающей со всех сторон контрреволюции советской России в самом ее сердце в красной Москве в центре Москвы против главного почтамта в общежитии в Хутемаса это сверх революционное направление буйно процветало все стены были увешаны полотнами и картонами без рам с изображением различных плоскостных геометрических фигур красных треугольников на зеленом фоне лиловых квадратов на белом фоне интенсивно оранжевых полос и прямоугольников пересекающихся на фоне берлинской лазури царили Лавинский Родченко Клюн к этому времени относятся посещение Лениным в Хутемаса о котором только и шло разговоров в ту раннюю весну когда я приехал в Москву говорили что Владимир Ильич и Надежда Константиновна в вязаном платке поверх меховой шапочки приехали во Хутемас на извозчичьих санях воображаю какое было выражение лица у Ленина когда он увидел на стенах картины с разноцветными треугольниками и квадратиками теперь это уже стало общеизвестным фактом истории а тогда еще ходила среди жителей перекрестка как легенда но один лишь факт что где-то здесь совсем недавно и совсем недалеко от угла мясницкой и бульварного кольца в доме знакомым всем побывал сам Ленин уже одно это казалось мне чудом и как бы еще больше приобщало меня к революции во дворе в Хутемасе в другом скучном голом кирпичном корпусе на седьмом этаже под самой крыши жил со своей красавицей женой ладой бывший соратник и друг мулата по издательству центрифуга а ныне друг и соратник командора замечательный поэт о котором командор написал есть у нас еще осей в колька этот может хватка у него моя но ведь надо заработать сколько маленькая семья но мы еще с вами поднимемся на седьмой этаж в комнату соратника справа от упомянутого перекрестка если стать лицом клубянки за маленькой площадью с библиотекой имени Тургенева прямо на Сретенский бульвар выходили громадные оранжево-кирпичные корпуса бывшего страхового общества России где размещались всякие Лито Тео Музо киноорганизации того времени изображенные командором в стихотворении про заседавшиеся так понравившимся Ленину в том же доме в главполитпросвете работала Крупская по совместительству с работой в наркомпросе РССР по другую сторону перекрестка в особняке на чистых прудах под началом Луначарского Крупскую Луначарского можно было в разное время запросто встретить на улице в этих местах ее серебряно поседевшую гладко причесана в круглых очках с увеличительными стеклами похожую на пожилую сельскую учительницу его в полувоенном френче фасона февральской революции с крупным дворянским носом как бы вырубленным из дерева на котором сидела сугубо интеллигентская пенсне в черной оправе весьма неподходившая к полувоенной фуражке с мягким козырьком вроде той которую так недолго нашивал Керенский но зато хорошо дополняющие темные усы и испаньолку а-ля Анри Катор типичного монпарнастского интеллектуала завсегдатая ротонда или клозериды рила знатока всех видов изящных искусств в особенности итальянского возрождения блестящего оратора умевшего без подготовки экспромтом говорить на любую тему подряд два часа ни разу не запнувшись и не запутавшись в слишком длинных придаточных предложениях рядом с наркомпросом находился товарный двор главного почтанта куда въезжали в то время еще не грузовики а ломовики нагруженные почтовыми посылками и оттуда потягивало запахом сюргуча пенькового шпагата рогож конского навоза крупными дымящимися яблоками валившегося из-под хвостов перширонов к неописуемой радости откормленных чистопрудных вполне старорежимных воробьев напротив же если по прямой линии пересечь чистопрудный бульвар где в июне густоцветущие липы разливали медовый глубоко провинциальный аромат вечной весны можно было попасть в тот самый харитоневский переулок куда некогда из деревни привезли бедную Таню Ларину на московскую ярмарку невест в харитоневский переулок выходило еще несколько других переулков в одном из них мыльниковом поселился я приехав в москву а следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья ринувшиеся с юга едва только кончилась гражданская война на завоевание москвы ключик брат и друг птицелов наследник и прочее мыльников переулок был известен тем что в другом его конце от харитония находилось здание бывшего училища фидлера хранившее на своих стенах следы артиллерийского обстрела еще времен первой революции 1905 года когда здесь был штаб боевых дружин и его обстреливали из пушек карательные войска полковника Риммана следующим замыльниковым в Харитоневский выходил Машков переулок здесь в высоком многоквартирном богатом доме предреволюционной постройки в несколько скандинавском стиле что было тогда модно в барских апартаментах Екатерины Павловны Пешковой жены Максима Горького в самый разгар гражданской войны отвлекшись на часок от своих дел Ленин слушал апассианату Бетховена опустив голову на руку и полузакрыв узкие глаза весь отдавшийся во власть музыки тревоживший и вместе с тем усыплявший воображение вероятно очень много выпало из моей памяти запомнилось как однажды по Харитоневскому переулку уехал старомодно высокий открытый автомобиль и на заднем сидении среди каких-то полувоенных заметно возвышалась худая фигура Максима Горького с любопытством посматрившего вокруг он был в своей общеизвестной шляпе из его пшеничных солдатских усов над бритым подбородком торчал мунштук с дымящейся египетской сигареткой великий пролетарский писатель только что вернулся на родину после долгого пребывания в Соренто и пережив волнение и восторг всенародной встречи на площади Белорусско-Балтийского вокзала уже став национальным героем ехал к себе домой на старую квартиру в Машков переулок лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара обо многом мог бы еще поведать и надеюсь поведает в этом сочинении перекресток Мясницкой и Бульварного Кольца по которому рассыпая из-под колес искры катились провинциальные вагончики трамвая буквы А в просторечии Аннушки но лучше всего мне запомнился кривоколенный переулок выходивший рядом с наркомпросом на чистые пруды которые в ту пору я считал как бы своей вотчиной в кривоколенном переулке помещалась редакция первого советского толстого журнала Красная Новь основанного по совету самого Ленина туда часто захаживали почти все писатели тогдашней Москвы захаживал вернее забегал так же и тя и вот однажды по дороге в редакцию в этом самом резко изломанном длиннейшем и нелепейшем чисто московском переулке я познакомился с наиболее опасным соперником командора широко известным поэтом буду его называть с маленькой буквы королевичем который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу «Разбуди меня утром рано засвети в нашей горнице свет говорят что я скоро стану знаменитый русский поэт он не ошибся он стал знаменитым русским поэтом я еще с ним ни разу не встречался со всеми знаменитыми я уже познакомился со многими подружился с некоторыми сошелся на ты а с королевичем нет он был своей легендарной заграничной поездкой вместе с прославленной на весь мир американской балериной босоножкой которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену московского большого театра в красной тунике с развернутым красным знаменем исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец интернационал у нее в Москве в особняке на Пречистинке была студия молоденьких балерин босоножек ее слава была безгранична она как бы олицетворяла собой вторжение советских революционных идей в мир увядающего западного искусства в области балета она конечно была новатором Луначарский был от нее в восторге Станиславский тоже бурный роман королевича с великой американкой на фоне пуританизма первых лет революции воспринимался в московском обществе как скандал что усугубилось довольно значительной разницей лет между молодым королевичем и босоножкой бальзаковского возраста в совсем молодом мире московской богемы она воспринималась чуть ли не как старуха между тем люди ее знавшие говорили что она была необыкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет слегка по-англосакски курносенькая с пышными волосами божественно сложеная так или иначе она влюбила в себя рязанского поэта сама в него влюбилась без памяти и они улетели за границу из москвы на дюралевом юнкерсе немецкой фирмы люфтканза потом они совершили турне по европе и америке один из больших остряков того времени пустил по этому поводу эпиграмму написанную в нарочитой архаической форме александрийского шестистопника фирмы фирмы так такого-то куда вознес аэроплан в афины древние к развалинам дункан это было забавно но несправедливо она была далеко не развалена а еще хоть куда изредка доносились слухи о скандалах которые время от времени учинял русский поэт в Париже Берлине Нью-Йорке о публичных драках с эксцентричной американкой что создал на западе громадную рекламу бесшабашному крестьянскому сыну рубахе парню красавцу и дручину с загадочной славянской душой можно себе представить до каких размеров вырастали эти слухи в Москве еще с грибоедовских времен сохранившие славу первые сплетницы матушки России но вот королевич окончательно разодрался со своей босоножкой и в один прекрасный день снова появился в Москве как деньги лондонский одец все во мне вздрогнуло это он а рядом с ним шел очень маленький ростом с мальчика с маленьким носиком с крупными передними зубами по детски выступающими из улыбающихся губ с добрыми умными немного лукавыми лучистыми глазами молодой человек он был скромным москвошвеевском костюме впрочем при галстуке простоватый на вид до себе на уме так называемый человек из народа с которым я уже был хорошо знаком которого сердечно любил за мягкий характер и чудные стихи раннего революционного периода истинно пролетарские без подделки уэзия чистой воды яркая весенняя как бы вечно первомайская мой отец простой водопроводчик ну а мне судьба сулила петь мой отец над сетью труб хлопочет есть стихов вызваниваю сеть вот как писал этот поэт сын водопроводчика из немецкой слободы живей рубанок шибче шаркой шушукой пой за верстаком чеши тесину сталью жаркой стальным и жарким гребешком и вот сегодня шум свивания и ты кудрявец в торопях взвиваешь теплое воспоминания о тех возлюбленных кудрях как видите он уже не только был искушен в ассанансах внутренних рифмах звуковых повторах но и позволял себе разбивать в честь зерехстопный ямб и народной строчкой что показывало его знакомство не только с обязательным Пушкиным но также с Тючевым и даже Андреем Белым окинувши нас обоих лучезарным взглядом он не без некоторой торжественности сказал познакомьтесь мы назвали себя и пожали друг другу руки я не ошибся это был он но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта самородка образ которого давно уже сложился в моем воображении когда я читал его стихи молодой нестеровский юноша почти отрок послушник среди леса тонких молодых березок легкой стопой идущей скотомкой за плечами в глухой заповедный скит сочинитель радоница или бесшабашная рубаха парень с тальянкой на ремне через плечо или же Ванька ключник злой разлучник с обложки лубочной книжки словом что угодно но только не то что я увидел молодого мужчину я бы даже сказал господину одетого по последней парижской моде в габардиновый светлый костюм пиджак в талию брюки с хорошо выглаженной складкой новые заграничные ботинки весь с иголочки только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была безобычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло как горшок а из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально румяными щечками и по девичьей нежными голубыми глазами в которых впрочем я заметил присутствие опасных чертиков нечто настороженное он как бы пытался понять кто я ему буду враг или друг и как ему со мной держаться типично русская крестьянская черта я это сразу почувствовал и сердечно пожимая ему руку сказал что полюбил его поэзию еще с 1916 года когда прочитал его стихотворение лисица вам понравилось спросил он оживившись теперь мало кто помнит мою лисицу все больше восхищается другим плюйся ветер охапками листьев я такой же как ты хулиган ну и конечно с бандитами жарю спирт он невесело усмехнулся а я помню именно лисицу какие там удивительные слова определения тонкой прошлой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо у подстреленной лисицы дремучее лицо во-первых замечательный эпитет дремучее а во-вторых не морда а лицо это гениально а как изображен выстрел из охотничьего ружья ей все бластился в колючем дыме выстрел колыхалося в глазах лесная топь из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь что ни слова то находка я вспомнил январь 1916 года прифронтовую железнодорожную станцию молодечна неслыханная красота потонувшего в снегах полесье в нетопленном станционном помещении я купил в киоске несколько иллюстрированных журналов с тем чтобы было что почитать землянки на позициях куда я ехал добровольцем уже сидя в бригадных санях под усыпляющий звон валдайского колокольчика я развернул промерзший номер журнала Нива и сразу же наткнулся на лисицу небольшое стихотворение подписанное новым для меня именем показавшимся мне слишком бедным коротким и невыразительным но стихи были прекрасны я увидел умирающую на снегу подстреленную лисицу как же лна над ней мгла металась мокрый вечер липок был и ал голова тревожно подымалась и язык на ране застывал я был поражен достоверностью этой живописи удивительными мастерскими инверсиями мокрый вечер липок был и ал и наконец желтый хвост упал в метель пожаром на губах как прелая морковь прелая морковь меня доконала я никогда не представлял что можно так волшебно пользоваться словом я почувствовал благородную зависть нет мне так никогда не написать незнакомый поэт запросто перешагнул через рубеж положенный передо мною буниным и казавшийся окончательным самое же главное было то что я ехал на фронт быть может на смерть вокруг меня розовели синели голубели предвечерняя снега завалившие белорусский лес среди векового бора к которому я неумолимо приближался сочилось кровью низкое закатное солнце и откуда доносились приглушенные пространством редкие пушечные выстрелы я мог бы назвать моего нового знакомого как угодно инок мезгирь лель царевич но почему-то мне казалось что ему больше всего несмотря на парижскую шляпу и лайковые перчатки подходит слово королевич может быть даже королевич елисей но я его буду называть просто королевич с маленькой буквы пока я объяснялся ему в любви он с явным удовольствием даже с нежностью смотрел на меня он понимал что я не льщу а говорю чистую правду правду всегда можно отличить от лести он понял что так может говорить только художник с художником а я сказал он отвечая любезностью на любезность только недавно прочитал в накануне замечательный рассказ железное кольцо подписанное вашей фамилией стало быть будем знакомы мы еще раз обменялись рукопожатием и с этой минуты стали говорить друг другу ты что очень понравилось сыну водопроводчика он сиял своими лучистыми глазами и сказал как бы навек скрепляя нашу дружбу вот так очень хорошо а то я боялся что вы не сойдетесь оба вы уж больно своенравны ну слава богу обошлось теперь застрявший перед красным светофором на перекрестке Кировское бульварное кольцо я так ясно представил себе тротуар кривоколенного переулка вижу рядом странную какую-то нерусскую колокольню круглую башню церковь как говорят посещавшуюся масонами соседней ложи и зеленоватые стволы деревьев которые в моей осыпающейся памяти запечатлились как платаны со стволами пятнистыми как легавые собаки чего никак не могло быть на самом деле где же в Москве найдешь платаны вероятно это были обыкновенные тополя распускавшие по воздуху хлопья своего пуха а в начале чистых прудов как бы запирая бульвар со стороны мясницкой стояло скучное двухэтажное здание трактира с подачей пива так что дальнейшее не требует разъяснений помню что в первый же день мы так искренне так глубоко сошлись что я не стесняясь спросил королевича какого черта он спутался со старой американкой которую по моим понятиям никак нельзя было полюбить на что он ничуть на меня не обитившись со слезами на хмельных глазах с чувством воскликнул богом тебе клянусь вот святой истинный крест он поискал глазами и перекрестился на старую трактирную икону хошь верь хошь не верь я ее любил и она меня любила мы крепко любили друг друга можешь ты это понять а то что ей сорок так дай бог тебе быть таким семьдесят он положил свою рязанскую кудрявую голову на мокрую клеенку и заплакал бармача и какую-то женщину сорока с лишним лет называл своей милой клеенку тогда в первый день нашей дружбы в трактире на углу чистых прудов и кировской там где теперь я видел станцию метро кировской и памятник Глебоедову я предчувствовал его ужасный конец почему не знаю примерно года за полтора до самоуничтожения королевича мне удалось вытащить в Москву Птицелова казалось что подобно Эскессу он навсегда останется в Одессе ставший украинским городом он уже был женат на вдове военного врача у него недавно родился сын он заметно пополнел и опустился жена его добрая женщина нежно его любила берегла шила из своих старых платьев ему толстовки так назывались в те времена длинные верхние рубахи вроде тех дворянских охотничьих рубах которые носил Лев Толстой но только со складками и пояском он жил в стихотворной газетной поденщины в тех немногочисленных русских изданиях которые еще сохранились украинский язык ему не давался он жил в хибарке на молдаванке его пожирала бронхиальная астма по целым дням он по старой привычке сидел на матрасе поджав по турецке ноги кашлял задыхался сжег специальный порошок против астмы и с надсады вдыхал его селитренный дым но стихи для души писать не бросил по-прежнему в небольшой комнате с крашеным полом среди сохнущих детских пеленок и стука швейной машинки среди птичьих клеток его окружали молодые поэты его страстные и верные поклонники для которых он был божеством он читал им свои и чужие стихи тряся не стриженные обросшие головой со следами былого пробора и по-борцовски напрягал бицепсы полусогнутых рук приехав из Москвы и увидев эту картину я понял что оставаться Птицелову в Одессе невозможно он погибнет ему надо немедленно переезжать в Москву где уже собрался весь цвет молодой русской советской литературы где гремели имена прославленных поэтов где жизнь била колючом где издавались русские книги и журналы на мое предложение ехать в Москву Птицелов ответил как-то неопределенно да конечно это было бы замечательно но здесь тоже не дурно хотя в общем паршиво но я привык тут леда и севка тут хорошая брынза дыня ковуны вареная пшенка и вообще есть литературный кружок потоки ну и сам понимаешь к черту сказал я сейчас или никогда к счастью жена Птицелова поддержала меня в Москве ты прославишься и будешь зарабатывать что слава жалкая зарплата на бедном рубище певца вяло сострел он понимая всю несостоятельность этого старого жалкого каламбура он произнес его нарочито жиловским голосом как бы желая этим показать себя птицеловом прежних времен молодым бесшабашным остриком и каламбуристом за такие остроты вешают сказал я с той беспощадностью которая была свойственна нашей компании говори прямо едешь или не едешь он вопросительно взглянул на жену она молчала он посмотрел на увеличенные фотографический портрет военного врача в полной парадной форме покойного мужа его жены птицелов чрезвычайно почтительно относился к своему предшественнику и каждый раз глядя на его портрет поднимал вверх указательный палец и многозначительно шепотом произносил канцлер он вопросительно посмотрел на портрет канцлера но канцлер строгий с усами в серебряной портупее через плечо и с узкими серебряными погонами молчал птицелов подумал потряс головой и солидно сказал хорошо еду а когда завтра отрезал я понимаю что надо ковать железо пока горячо а билеты спросил он сделав жалкую попытку отдалить неизбежные билеты будут сказал я а деньги спросил он деньги есть покажи я сказал несколько бумаг птицелов еще более жалобно посмотрел на жену поедешь поедешь нечего здесь воршливо сказала она а что я надену в дорогу что есть в том и поедешь грубо сказал я а кушать уже со всем упавшим голосом спросил он в поезде есть вагон ресторан но это ты мне не заливай дрельщик сказал он искренне не поверив в вагон ресторан это показалось ему настолько фантастичным что он даже назвал меня этим жаргонным словом дрельщик что обозначало фантазер выдумщик врунишка вообрази сказал я настолько убедительно что ему ничего не оставалось как сдаться и мы условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда солнце жгло крашеный пол и на крашенных подоконниках выскочили волдыри я хорошо изучил характер птицелова я знал что он меня не обманет и на вокзал придет но я чувствовал что в последний момент он может раздумать поэтому я приготовил ему ловушку которая по моим расчетам должна была сработать наверняка незадолго до отхода поезда на перроне действительно появился птицелов в сопровождении супруги которая несла узелок с его пожитками и едой на дорогу по его уклончивым взглядам я понял что в последнюю минуту он улизнет мы прохаживались вдоль готового отойти поезда птицелов кисло смотрел на зеленые вагоны третьего класса бормоча что-то насчет мучений предстоящих ему в жестком вагоне в духоте в тряске и так далее он даже вспомнил при сей верной оказии блока молчали желтые и синие в зеленых плакали и пели он не хотел ехать среди пенья и плача знаешь сказал он надуваясь как борец тяжеловес сделаем лучше так ты поедешь а я пока останусь а потом приеду самостоятельно даю честное слово бенимунис не мог он не прибавить еврейскую клятву и посмотрел на свою жену она в свою очередь посмотрела на ктецелова на его угнетенную фигуру и ее нежное сердце дрогнуло может быть действительно промямлила она полувопросительно ударил первый звонок тогда я выложил свою козырную карту а ты знаешь в каком вагоне мы поедем а в каком наверное в жестком бесплаткартном мы поедем вот в этом вагоне сказал я и показал пальцем на сохранившийся с дореволюционного времени вагон международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке натертой воском как паркет а существование таких вагонов слепенькар птицелов конечно знал читал о них в книжках но никак не представлял себе что когда-нибудь сможет ехать в таком вагоне он заглянул в окно вагона увидел двухместное купе отделанное красным полированным деревом на медных винтах стены обтянутые зеленым рытым бархатом медный абажур настольной электрической лампочки тяжелую пепельницу толстые хрустальные графин зеркало и все еще с недоверием посмотрел на меня я показал ему цветные пласткартные квитанции международного общества спальных вагонов напечатанные на двух языках после чего печально поцеловавшись с женой и попросив ее следить за птичками и сыном неуклюже протиснулся мимо проводника в коричневой форменной куртке в вагон где его сразу охватил хвойный запах особой лесной воды который регулярно пульверизировался блистающий коридор спального вагона с рядом ярко начищенных медных замков и ручек на лакированных красного дерева дверях купе птицелу Забился туда и первые сто километров сопел, как барсук в своей норе, упруго подбрасываемой международными рессорами. До Москвы мы ехали следующим образом. Я захватил с собой несколько бутылок белого сухого бессарабского. В узелке у Птицелова оказались хлеб, брынза, завернутая в газету «Моряк». И в течение полутора суток, ни разу не сомкнув глаз, мы читали друг другу свои и чужие стихи, то есть занимались тем, чем привыкли заниматься всегда и везде, и при любых обстоятельствах. Дома на Дерибасовской, на Лонжероне, в Отраде и даже на прелестной одномачтовой яхте английской постройки «Чайка», куда однажды не без труда удалось затащить Птицелова, который, вопреки легенде, ужасно боялся моря и старался не подходить к нему ближе, чем на двадцать шагов. Я уже не говорю о купании в море, это исключалось. На «Чайку» налетел с дофиновки внезапный шквал. Яхту бросало по волнам, наши девушки спрятались в каюте, а Птицелов лежал пластом на палубе лицом вниз, уцепившись руками за медную утку, проклиная все на свете, поносил нас последними словами, клялся, что никогда в жизни не ступят на борт корабля, и в промежутках читал, кажется, единственное свое горькое любовное стихотворение, в котором, сколько мне помнится, металась мокрая листва, и было имя Елены Строгая, или нечто подобное. Значит, и он тоже перенес некогда неудачную любовь, оставившую на всю жизнь рубец в его сердце, в его сознании, что, может быть, даже отразилось на всей его поэзии. Недаром же в его стихах о Пушкине были такие слова «Рассыпанные кудри гончаровой и птикие медовые глаза». Не думаю, чтобы у Натальи Николаевны были рассыпанные кудри и медовые глаза. Судя по портретам, у нее были хорошо причесанные волосы а-ля директуар, а глаза были отнюдь не тихие и медовые, а черносмороденные, прелестные, хотя и слегка близорукие. Рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую однажды в юности так страстно полюбил Птицелов, и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером. Я думаю, у всех нас, малых гениев, в истоках нашей горькой поэзии, была мало кому известная любовная драма, чаще всего измена любимой, крушение первой любви, рана, которая уже почти никогда не заживала, кровоточила всю жизнь. У Ключика тоже. Об этом я еще расскажу, хотя это скорее материал для психоанализа, а не для художественной прозы. В купе международного вагона, попивая горьковатая белая бессарабская, налитая в тяжелые стаканы с подстаканниками, которые дробно позванивали друг о друга в темпе мчащегося курьерского, Птицелов читал свои новые, еще неизвестные мне стихи. «Слышу его задыхающийся голос парнастца, как бы восхищенного красотой созданных им струб. Отрывки стихов сливались с уносящимися телеграфными столбами и пропадали среди искалеченных еще во время гражданской войны станционных водокачек, степных хуторов, местечек, черноземных просторов, где некогда носилась конница Костовского. Словом, там, где сравнительно недавно гремела революция, в которую мы страстно были влюблены. Строфы разных стихотворений смешивались между собой, превращаясь в сумбурную, но прекрасную поэму нашей молодости. Вот так бы и мне в налетающей тьме Усы раздувать, развалясь на корме, Да видеть звезду над бушпритом склоненным, Да голос ломать черноморским жаргоном, Да слушать сквозь ветер холодный И горький моторо дозорного скороговорку, И петь задыхаясь на страшном просторе, А ведь черное море, хорошее море! За проселочной дорогой, где затиск тележный грохот, Над прудом покрытым ряской, Дидель сети разложил. Перед ним, зеленый снизу, Голубой и синий сверху, Мир встает огромной птицей, Свищет, щелкает, звенит. Так идет веселый Дидель с палкой, Птицей и котомкой, Через гард, поросший лесом, Вдоль по Рейнским берегам, По Тюрингии дубовой, По Саксонии сосновой, По Вестфалии бузинной, По Баварии хмельной. Марта, Марта, Надо ль плакать, Если Дидель ходит в поле, Если Дидель свищет птицам И смеется незначай. Ему хотелось быть и контрабандистом, И чекистом, и Диделем, Ему хотелось быть Витингтоном. Мы сваи поднимали в ряд, Дверные прорубали ниши, Из листьев пальмовых Накат накладывали вместо крыши, Мы балки поднимали ввысь, Лопатами срывали скалы. О, Витингтон, вернись, вернись! Вода у взморья ворковала, Прокладывали наугад дорогу Среди степных прибрежей. О, Витингтон, вернись назад! Нам веял в уши ветер свежий, И с моря доносился звон, Гудевший нежно и невнятно. Вернись обратно, Витингтон! О, Витингтон, вернись обратно! О, Витингтон, вернись! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Но время было необратимо. Он мчался к славе, и возврата к прошлому не было. Никогда он больше не увидел красный подоконник, раскаленный южным солнцем до пузырей. Никогда уже больше мы не были с Птицеловым так душевно близки, как во время этой поездки. Во времена Пушкина о нас бы сказали, наверное, так, пленники Бахуса и Себа. На горизонте, за подмосковными лесами, нам уже блеснула на солнце звезда золотого купола Христа Спасителя. И две тени. Ее и моя, сидевшие на ступени храма. А за ними величественно возвышалась массивная бронзовая дверь. Она прижалась ко мне так доверчиво, так печально. Она положила на мое плечо свою голову с самодельной шелковой шляпки с большими полями на проводском каркасе. Шляпа мешала и ей, и мне. Она не позволяла нам поцеловаться. Почему-то ей не пришло в голову снять и положить шляпу на гранитные ступени. Мы не спали почти целые сутки. Мы всегда прощались и все никак не могли оторваться друг от друга. Нам казалось невероятным, что мы уже никогда не увидимся. В этот мучительно длинный летний день мы любили друг друга сильнее, чем за все время нашего знакомства. Казалось, мы не сможем прожить и одного дня друг без друга. И в то же время мы знали, что между нами навсегда все кончено. Какая же страшная сила разлучала нас. Не знал ни тогда, ни теперь, когда пишу эти строки. Она тоже не знала. И никогда не узнает, потому что ее уже давно нет на свете. Никто не знал. Это было вмешательство в человеческую жизнь роковой силы как бы извне, ни подвластной, ни человеческой логике, ни простым человеческим чувствам. Нами владел рок. Мы были жертвами судьбы. Мы старались как могли отдалить минуту разлуки. Держась за руки, как играющие дети, мы ходили по городу, садились в трамвае, ехали куда-то, пили чай в трактирах, сидели на деревянных скамейках вокзалов, заходили на дневные сеансы кинематографов, смотрели картины, ничего не понимая, кроме того, что скоро будем навеки разлучены. Каким-то образом мы очутились в самый разгар палящего дня этого московского, как сказал бы щелкунчик, буддийского лета, в сокольническом запущенном парке, в самой глуши леса, без люди. Лежа в высокой страве, в бурьяне, пожелтевшем от зноя, среди поникших ромашек, по которым ползали муравьи, трудолюбиво выполняя свою работу. Она сняла и отбросила в сторону шляпу, портившую ее прелестное, круглое личико 18-летней девушки. Лежа на спине, она неподвижно смотрела синими, невинными глазами в небо. Совсем девочка, прилежная школьница, с немного выдающимся кувшинчиком нижней губы, что придавало выражению ее милого, мягко сточного лица, неуловимо похожего на лицо старшего брата, несто насмешливая, но не ироничная, а скорее светящаяся умным юмором, свойственным интеллигентным южным семьям, выписывающим новый сатирикон, и любящим лесковые гоголя. Я подсунул руку под ее нежную шею, а на полу открыла жаркие губы, как бы прося напиться. Над нами парами летали некрасивые московские бабочки. И я не знаю, как бы сложилась в дальнейшем наша жизнь, если бы вдруг мимо нас, с трудом пробираясь по плечи в траве, под звуки барабана не прошел маленький отряд пионеров в белых рубашках и красных галстуках. Мы отпрянули друг от друга. И когда пионеры скрылись в зарослях сокольнического леса, мы поняли, что бессильны противостоять той злой таинственной силе, которая не хотела, чтобы мы навсегда принадлежали друг другу. Она поправила щелкнувшую подвязку, надела шляпу, села. А злойный день все продолжался и продолжался. Переходил вечер, потом в душную ночь с зарницами. И мы ходили по Москве, по ее садовому кольцу, которое в то время было еще действительно садовым, так как сплошь состояла из садиков перед маленькими домиками. Потом по бульварному кольцу, мимо Пушкина, Семерязева с голубем на голове, мимо Гоголя, потонувшего в своей бронзовой шинели, потом по древним переулкам, мимо особняков Ситцевого вражка и собачьей площадки. Иногда целовались, плакали, пока наконец не очутились возле храма Христа Спасителя. И сели измученные на его гранитные ступени, еще не остывшие после дневной жары. Прижались друг к другу, немного вздремнули. Близился рассвет. Город был пуст и мертв. Только где-то, очень далеко и очень высоко, слышался звук невидимого самолета. И мне показалось, что уже произошла непоправимая катастрофа. Началась всемирная война, и город вокруг нас был уже умершвлен какими-то бесшумными химическими или физическими средствами, что нас, ни ее, ни меня уже нет в живых. Наши души отлетели, и только остались два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу в вечном сне на гранитной лестнице мертвого храма, лишенного божества. Хотя мертвый золотой купол в лучах только что взошедшего мертвого солнца все еще продолжал жарко сиять над вымершей Москвой, над вымершими лесами Подмосковья. Тот самый легендарный купол храма Христа Спасителя, который мы с Птицеловым уже видели из окна международного вагона. Легко представить то удовольствие, с которым я считаю себя старым москвичом, показывал приезжему провинциалу все достопримечательности столицы молодого советского государства. Сломивши сопротивление Птицелова, я повел его сначала на Сухаревку, где купил ему более или менее приличные ботинки на картонной подошве изделия известных кимовских сапожников, а потом повел на поварскую и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья, откуда Птицелов вышел в тесноватом костюме с длинноватыми брюками. Мне удалось заставить его постричься в парикмахерской, вымыть голову шампунем, и он ходил со мной по Москве сравнительно прилипно, где-то и стуча по тротуарам новыми ботинками. Я водил его по редакциям, знакомился с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще малоизвестным в Москве другом своей причастностью к литературной жизни столицы. Птицелов был молчалив и с подлоги посматривал по сторонам, но значительно тряс головой, как бы поддакивая и желая сказать «Так-так, да-да, очень хорошо, прекрасно, посмотрим, посмотрим». Впрочем, он принадлежал к тем счастливчикам, которым не приходится гоняться за Славой. Слава сама гонялась за ними. Я и глазом не успел моргнуть, как имя Птицелова громко прозвучало на московском парнафе. Молва о нем покатилась широкой волной, и моя слабенькая известность сразу же померкла рядом со Славой Птицелова. Однако, когда мы сидели на бронзовой цепи возле памятника Пушкина и сочиняли сонеты, молва о Птицелове еще не дошла до ушей знаменитого королевича. Беседа была душевной. Королевич, ничуть некий часть своей всероссийской известностью, по-дружески делился с нами, как теперь принято выражаться, творческими планами и жаловался на свою судьбу, заставившую его, простого деревенского паренька, жить в городе, лишь во сне мечтая о родной рязанской деревне. Тут он, конечно, немного кокетничал, так как не таким уж простым он был парнем, успел поучиться в университете Шанявского, немного знал немецкий язык, потерся еще в Санкт-Петербурге среди знаменитых поэтов. Однако время от времени в нем вспыхивала неодолимая жажда вернуться в Константинова, где на пороге рубленной избы с резными рязанскими наличниками на окошках ждала его старенькая мама в ветхом шушуне и шустрая сестренка, которую он очень любил. Мы очутились в пивной, где жажда родной рязанской земли вспыхнула в королевище с небывалой силой. Стихи, которые мы, перебивая друг друга, читали, вдруг смокли, и королевище, проливая горькие слезы и обнимая нас обеими руками, заговорился им несколько надсадным голосом, как бы даже с некоторым иностранным акцентом, может быть, чуть-чуть немецким, не точно произнося гласные «э» вместо «а», «е» вместо «и», «ю» вместо «у» и так далее. Акцент этот был еле заметен и не мешал его речи звучать вполне по-рязански. «Братцы, родные, соскучился я по своему Константинову. Давайте плюнем на все и махнем в Рязань. Че там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь три часа, от силы четыре. Ну, давайте, а? Я вас познакомлю с моей мамой-старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей все обещаюсь, да обещаюсь приехать, да все никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен. Несмотря на наше возражение, что, мол, как же это так вдруг ни с того ни с сего ехать в Рязань? А вещи, а деньги, а то да сё. Королевич ничего и слышать не хотел. У него уже выработался характер капризной знаменитости. Коль чего-нибудь захочется, то подавай ему сию же минуту. Никаких препятствий его вольная душа не признавала. Вынь да положь. Деньги на билеты туда, если скинутся, найдутся. До Рязани доедем. А от Рязани до Константинова каким образом будем добираться? Но это совсем пустое дело. На базаре в Рязани всегда найдется попутная телега до Константинова. И мужик с нас ничего не возьмет, потому что меня там каждый знает. Спастет за честь. Поедем на немазанной телеге по лесам, по полям, по перезничку, по родной рязанской земле. Шиком въедем в Константинова. А уж там не сомневайтесь. Моя старушка примет вас как родных. Драчон напечет. Самогону выставит на радости. А назад как? Да очень просто. Тут же я ударю телеграмму Воронскому в красную ночь. Он мне сейчас же высший талант. За это я вам вручаюсь. Ну, братцы, поехали. Он был так взволнован, так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с Птицеловым заколебались, потеряв всякое представление о действительности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билеты, как бы простреленных на вылет дробинкой. И королевич сразу же устремился на перрон. С тем, чтобы тут же, не теряя ни секунды, сесть в вагон и помчаться в Рязанскую губернию, Рязанский уезд, Кузьминскую волы, в родное село Кмаме. Однако оказалось, что поезд отходит лишь через два часа. А до этого надо сидеть в громадном зале, расписанном художником Лансере. Лицо королевича помротнело. Ждать это было не в его правилах. Все для него должно было совершаться немедленно, по щучьему велению, по его хотине. Полет его поэтической фантазии не терпел преград. Однако законы железнодорожного расписания оказались непреодолимыми даже для его капризного гения. Что было делать? Как убить время? Не сидеть же здесь, на вокзале, на скучных твердых скамейках. В то время возле каждого московского вокзала находилось несколько чайных трассиров и пивных. Это были дореволюционные заведения, носившие особый московский отпечаток. Они ожили после суровых дней военного коммунизма. Первые, еще весьма скромные, порождения МЭПа. После покупки билетов у нас еще осталось немного денег. Бутылки и натрия пива. Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными елками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе на выпуск, с полотенцем и стопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдечек розеток. С традиционными закусками. Виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками тараньки, цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных, ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй, старой, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусочек сама собой возникала такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными, загогуленными сквозь зеленое бутылочное стекло. Снова началось безалаберное стение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во взаимной любви на всю жизнь. Время от времени Королевич выбегал на вокзальную площадь и смотрел на басонные часы Николаевского вокзала, находившегося против нашего Казанского. Время двигалось поразительно медленно. До отхода поезда все еще оказывалось около полутора часов. Между тем наше поэтическое застолье все более и более разгоралось, а денег уже не оставалось ни копейки. Тогда Пицелов предложил вернуть обратно в Казанске его билет, так как он, хотя и рад был бы поехать в Рязань, да чувствует приближение приступа астмы, и видит ли ему остаться в Москве. Он вообще был тяжел на подъеме. Мы охотно согласились, и билет Пицелова был возвращен в кассу, что дало нам возможность продлить поэтический праздник еще минут на двадцать. Тогда Королевич, который начал читать нам свою длиннейшую поэму Анна Снегина, печально махнул рукой и отправился в кассу сдавать остальные два билета. После чего камень свалился с наших душ. Слава Богу, можно уже было не ехать в Рязань, которая вдруг в нашем воображении из Нестеровского рая превратилась в обыкновенный пыльный провинциальный город. И Королевич, забыв свою старушку-маму в верхом сушуне, и шуструю сестренку, и вообще забыв все на свете, кроме своей первой разбитой любви, продолжал прерванное чтение поэмы со схлипами и насадными интонациями. Когда-то у той вон калитки мне было шестнадцать лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково «нет». «Далекие милые были, тот обру во мне не угас». При этих щемящих словах Королевич схлипнул, заплакал горючими слезами. По моим щекам тоже потекли ручейки, потому что и я испытывал горесть своей первой любви, повторял про себя такие простые и такие пронзительные печальные строки. «Мы все в эти годы любили, но мало любили нас». Даже холодный парнасец Птицелов, многозначительно поддакивавший каждой из трофе Анны Снегиной, опустил свою лохматую голову и издал носом горестные мычания. Видно, и его пронзили эти совсем простые, но такие правдивые строчки, напомнив его тихие медовые глаза, давно уже как бы растворившиеся в магической дымке прошлого, не совсем, впрочем, далекого, но невозвратимого, невозвратимого, невозвратимого. Одним словом, вместо Константинова мы уже глубокой ночью брели по Москве, целовались, ссорились, дрались, смирились, очутились в глухом переулке, где у королевича всюду находились друзья, никому неизвестные простые люди. Мы разбудили весь дом, но королевича приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пировали в маленькой тесной комнате какого-то многосемейного мастерового. Читали стихи, плакали, кричали, хохотали, разбудили маленькие детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как орлики, ну и так далее. А потом скрежет первых утренних трамваев, огибающих бульвары кольца А, и тогда еще не вырубленные полисадники кольца Б, в которых весной гнездились соловьи, будя на расцвете разоспавшихся москвичей, и где рядом с садом аквариум возвышался громадный многоквартирный доходный дом, принадлежавший до революции крупному московскому домовладельцу по фамилии Эльпит. После революции этот дом был национализирован и превращен в рабочую коммуну, которая все же сохранила имя прежнего владельца и стал называться дом Эльпит-Раб-Комун. Не так-то легко расставались дома с фамилиями своих владельцев. Десятиэтажный дом в Большом Гнезняковском переулке, казавшийся некогда чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскребом, с крыши которого открывалась панорама низкорослой старушки Москвы. Долго еще назывался дом Нерензея, по имени его бывшего владельца. Гастроном номер один на улице Горького еще до сих пор кое-кто называет магазин Елисеева. А булочную невдалеке от него, булочная Филиппова, хотя сам Филиппов давно уже эмигрировал, и говорят, мечтал о возвращении ему советской власти реквизированной булочной. И даже писал из Парижа своим бывшим пекарем просьбу высусть ему хотя бы немножко деньжонок, о чем командор написал стишок, напечатанный в красном перце. В архив иллюзии сданы. Живет Филиппов Липова. Отащал Филиппов. И станы протерлись у Филипова. Хотя станы и протерлись, но булочная долго называлась булочной Филиппова. Что касается дома Эль Петра в Камуна, то о нем был напечатан в газете накануне весьма острый ядовитый очерк, написанный неким писателем, которого я впредь буду называть синеглазым, тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное. Впоследствии романы и пьесы Синеглазов прославились на весь мир. Он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом. А тогда он был рядовым газетным филеетонистом. Работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами, вроде «Крахмальная манишка». Он проживал в доме Эль Петра в Камуна, вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире. И у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице. Уже не слишком молодого блондина с независимо ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором, тем не менее, присутствовало нечто актерское, а временами даже и листья. Он был несколько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице. В области искусств для нас существовало только два авторитета, Командор и Мерхольд. Ну, может быть, еще Татлин, конструктор легендарной башни Татлина, о которой говорили все, считая ее чудом ультрасовременной архитектуры. Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Командора, Мейрхольда, Татлина и никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик, колебать мировые струны. А мы, эти самые мировые струны, колебали беспрерывно, не извергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма кородово, снеглазово, и он нас строго за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе. В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы, например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в ботинках, на пуглицах с премелевым верхом. Он любил поучать. В нем было заложено, нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открытые высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей, никогда и ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового Завета. Впоследствии оказалось, что все это было их защитной маской в тайне очень тестолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти. Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален. Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциальным. Впоследствии, когда Синеглазый прославился и на некоторое время разбогасел, наше предположение насчет его провинциализма подтвердились. Он надел галстук бабочки, цветной жилет, ботинки на пуговицах с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день ставил глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосильской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами 12 стулья княгиней белорусско-балтийской. Синеглазый называл ее весьма великосветский на английский лад «Напсия». Но тогда до этого было еще далеко. Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сближалась с синеглазым страстная любовь к Гоголю, которого мы, как ежане, считали своим, полтавским, даже как бы отчасти родственникам, а также повальное увлечение Гоффманом. Эти два магических Г, Гоффман и Гоголь, стали нашими кумирами. Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический кристалл гоголевско-гоффманской фантазии. А мир, в котором мы тогда жили, как нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал, противоестественном мире, мире Неппа, населенном призраками. Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гоффмана, можно было изобразить то, что тогда называлось гримасами Неппа, и что стало главной пищей для сатирического Евгения Синеглазого. Он не был особенно ярко синеглазым. Синева его глаз казалось несколько выцветшей, и лишь изредка в нем вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское. Это он пустил в ход словечко Гоффманиада, которым определялась каждое невероятное происшествие свидетелем или даже участником коего мы были. Снепп изобиловал невероятными происшествиями. В конце концов, из нашего узкого круга слова Гоффманиада перешло в более широкие области мелкой газетной братии. Дело доста до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей за кружкой пива выразился приблизительно так. «Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоша, прямо какая-то гасманиада». Впоследствии один из биографов Стенеглазова написал следующее. «Он поверил в себя как в писателя поздно. Ему было около тридцати, когда появились первые его рассказы. Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на скольной скамье, не написавши еще ни одного рассказа. Уверенность в себе как в будущем писателя была свойственна большинству из нас. Когда, например, мне было лет девять, я разгросил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотомному собранию сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд, элеги, станции, эпиграммы, повести, рассказы и роману. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем. Хотя Синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. Одна из его сатирических книг по аналогии с Гахмуниадой так и называлась Дивалиада, что в прошлом веке вероятно было бы названо более по-русски «чертовщина». История о двух братьях Кальсонерах в дебрях громадного учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая Гахмуниада, обильно посыпанная гоголевским персом. Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами порождениями ада. Ненависть Наса Кнепа была так велика, что однажды мы с Синеглазым решили издавать юмористический журнал вроде Сатирикона. Когда мы выбирали для него название, Синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух в его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы. И он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал Наш журнал будет называться Ревизор. Издатель нашелся сразу. Один из тех мелких капиталистов, которые вдруг откуда-то появились в большом количестве и сныряли по Москве, желая как можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным оттенком под редакцией Синеглазого автора нашумевшей Дьяволиады? Впрочем, не ручаясь, возможно, это было еще до появления Дьяволиады. Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю, это свободный полет моей фантазии, основанной на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившейся в моей памяти. В силу этого я избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мной, я цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже могу сказать изобрел. Ни роман, ни рассказ, ни повесть, ни поэма, ни воспоминания, ни мемуары, ни лирический дневник. Но что же, не знаю. Недаром же сказано, что мысль изреченная есть ложь. Да, это ложь. Но ложь еще более правдивая, чем сама правда. Правда, рожденная в таинственных извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение с научной точки зрения, еще никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что все здесь написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия. И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг друга. Мы с Синеглазом быстро накатали программу будущего журнала и отправились в глав политпросвет, где работал хорошо известный, мне еще по революционным дням в Одессе, товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель. Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много частных периодических изданий, например, журнальчик, рупор, юмористическая газета «Сачка» и многие другие. Так что я не сомневался, что Сергей Ингулов сам в прошлом недурной провинциальной филитанист, без задержки выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь счастливо найденного названия. Мы стояли перед Ингуловым обувь-пальто, имели в руках шапки, а Ингулов, наклонивший к письменному столу свое красное лицо здоровяка с ангвиника, пробегал глазами нашу программу. По мере того, как он читал, лицо Синеглазовое делалось все заботенье. Несколько раз он поправлял свой аккуратный пробор прилежного блондина, искосо посматривая на меня. И я заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть заметная ироническая улыбочка. Низняя губа немного вперед кувшинчиком, как его сестренки Синеглазки. Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название «Ревизор»? Не правда ли гениально? воскликнул я, как бы желая пафферить им голову. Гениально-то оно, конечно, гениально, сказал Сергей Борисович. Но что-то я не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать. И потом, где вы возьмете деньги на издание? Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и кто нам обещал деньги на издание? Кенгулов расстегнул ворот своей вышатой рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в бане грудь, и тяжело вздохнул. «Идите домой», сказал он совсем по-родственному и махнул рукой. «А журнал?» спросил я. «Журнала не будет». «Да, но ведь какое название воскликнул я?» «Вот именно», сказал Ангунов. «Странно», сказал я, когда мы спускались по мраморной зашарканной лестнице. Синеглазый нежно, но грустно назвал меня моим уменьшительным именем, укоризненно покосял головой и заметил «Ай-яй-яй!» «Я не думал, что вы такой наивный». «Да и я тоже хорош». «Поддался иллюзии». «И не будем больше вспоминать о покойнике ревизоре, а лучше пойдем к нам есть борщ. Вы, наверное, голодны?» и часто спросил он. Жена Синеглазова Татьяна Николаевна была добрая женщина. И нами воспринималась, если не как мама, то во всяком случае как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков. Об этих трудных минутах написал привезенный мною в Москву Птицынов. И пылкие буквы МСПО расцветают сами собой над этой оголтелой зратвой рычи желудочный сок. И голод сжимает мои скулы, и зудом ноет в зубах, и маленькой мышью по горлу вниз падает в пищевод, и я содрогаюсь от скрипа костей, от мыши возни хвоста, от медного запаха смолы заливающего гортань. И на что мне божественный слух совы, различающей крови звон? И на что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим? Лишь поет нищета у моих дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча, и луна плывет в замерзающем стекле. Это было, конечно, написано Птицеловым со свойственной ему гиперболичностью. У нас дел до таких ужасов голода не доходило. Однако, однако, не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай в накладку из семейного самовара, который мне выпадало счастье, ставить в холодной, запущенной кухне вместе с приехавшей на зимние каникулы из Киева своему старшему брату молоденькой курсисткой, которая, как ее брат, тоже была синеглазкой. тенеглазкой. Мы вместе, путаясь с холодными руками, засовывали пучок пылающих мучин в самовар. Из наставленной трубы варил зеленый дым, вызывавшие у нас веселые слезы, а сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка, не ремонтировавшейся со времен Первой мировой войны квартиры в доме Эльпет Раф-Камуна. У синеглазого был настоящий письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки. Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классикой, и дома ходил с полосатой байковой пизаней, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигурой, конечно, в растоптанных шлепанцах. На стене перед столом были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов. ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне», переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуни-нака». В Москве находилась контора накануне, куда мы издавали свои материалы, улетавшие в Берлин на дюралевом юнкерсе, или Дарнье-Кометт, а потом тем же путем возвращавшиеся в Москву уже напечатными в этой сменовеховской газете. Мы все подрабатывали в накануне, особенно «Сенеглазый», имевший там большой успех, и шедший, как говорится, первым номером. «Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю, хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался Сенеглазому, как главе семьи и крупному писателю в Мельхиоровом подстаканнике, а всем прочим просто так, в стаканах. Иногда случалось, что борщ и чаем не насыщали нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой ковченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее. Сенеглазовый и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки, выходило рубля три, в лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто лимонами, мы должны были идти играть в рулетку, с тем, чтобы выиграть хотя бы червонец, могучую советскую десятку, которая на мировой биржи котировалась даже выше старого доброго английского фунта стерлингов. Блистательный результат недавно проведенной валютной реформы. Мы сенеглазом быстро одевались и, так сказать, осенив себя крестным знамением, отправлялись в ночь. современному читателю может показаться странным так, даже невероятным, что два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но не забудьте, что ведь это был НЭП, и верьте, не верьте, столица молодого советского государства, в центре мировой революции, имелась два игорных дома с рулеткой. Одно казино в саду Эрмитаж, другое на теперешней площади Маяковского, а тогда Триумфальный, приблизительно на том месте, где сейчас находится зал имени Чайковского, театр Сатиры и Сад Аквариум. А тогда был цирк и еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил снеглазым. Вот, братцы, какие дела. Над Триумфальной площадью с уютным садиком, с трамвайной станцией и светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания, в размытом свете качающихся электрических фонарей, косо неслась в южная ночь, цыганская московская ночь. Иногда в метели с сорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносилось, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, с Петровский парк, к Яру, знаменитому еще с пустинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады. У подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих пажа-пажа, а вот прокачу нарезвый. Их рытистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизации гражданской войны, перебирали породистыми точенными ножками и были покрыты гарусными синими сетками с капором на голове и скалились и косились на прохожих как злые красавицы. Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино сходили мутные фигуры игроков. «Прямо-таки гафманиада», сказал я. «Не гафманиада, а пушкиниана», пробурчал синеглазый. «Даже чайковщина, пиковая дама, сцена у любяжей канадки, уж полностью близится, а германа сунет». Он вообще был большой поклонник опера. Его любимой оперой был Фауст. он даже слегка наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля. Иногда грустно напевал «Я за сестру тебя молю», что я относил на свой счет. «С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафе-сантанной ковровой дорожкой с медными трутями. «Эй, господа, молодые люди!» кричали нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики синих поддевков. «Куда же вы прете, не раздевшись? Мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку, и молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой вставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал «Господа, делайте ваши гуру, смерти, ставок больше нет». Вокруг стола сидели и стояли игроки. Страшные существа с еще более страшными названиями, частники, нэпманы или даже совбуры, советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного незаконного богатства, жульничества, наглости, месчанства, смешанных со скрытым страхом. Они были одеты в новенькие выглазанные двухбортные шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки от Зеленкина из Солодовниковского пассажа. Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко, но нам сенеглазым все-таки удалось протереться своих зимних пальто к самому столу, и я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей. Впрочем, Непман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал «Пардон, это мое стуло». «Вас здесь не сидело». И, отстранив меня рукой, занял свое законное место. Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещали. «Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное?» озабоченно спросил сенеглазый. «Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш — получить за три рубля шесть и скорее бежать Елисееву за покупками. Таков был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая ставка всегда выигрывает». «Ставим на красное решительно», сказал я. Сенеглазый долго размышлял, а потом ответил. «На красное нельзя». «Почему?» «Потому что красное может не выиграть», сказал он пророчески, глядя вдаль. «Но тогда на черное предложил я, подумав». «На черное?» с сомнением сказал Сенеглазый и задумчиво вздохнул. «Нет, дорогой». Он назвал мое уменьшительное имя. «На черное нельзя». «Но почему?» «Потому что черное может не выиграть». «В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых Непманов. Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья, и нам невозможно вернуться с пустыми руками. Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояр, но ведь без риска не было шанса на выигрыш. намедлили еще и потому, что нас подстерегало зловещие зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. И естественно, что именно ради этого зловещего зеро помогал комиссия помощи голодающим по волде и содержал свои рулетки. Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна. мы ставили на черное или на красное, на чет или нечет и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии Синеглазый написал свой знаменитый роман. Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же выбежали по южной зверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чедер. Непримерно чедер, особенно который любил Синеглазый и умел выбирать, вынюхивая своим лихим носом. Ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портрейна. представьте себе, с какой надеждой ожидала нас в доме Эль Петра Пкамунна в комнате Синеглазого вся наша гудковская компания, а также и Синеглазка, в которую я уже был смертельно влюблен, и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику, сказавши он мне как-то в ответ на мои любовные излияния. Ты напрасно стараешься. Я тебе могу в одной строчке нарисовать портрей Синеглазки. Девушка в шелковой блузке с гладкими пуглочками на рукавах, понимаешь? Пуглочки белые, без дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие. Это типично почти для всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе это и не делай известных иллюзий. С тех пор у меня навсегда сохранился четкий и точный портрет девушки с гладкими пуглочками на манжетах шелковой блузки. Что лишний раз вызвало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой. Ах моя незавиденная синеглазка! Как быстро пролетели для нас рождественские каникулы. Мы уже не могли прожить друг без друга ни часа. Мы ходили по холодным пустынным залам музеев, западной живописи, Морозова и Щукина, два провинциала, внезапно очарованные французскими импрессионистами, засели нам неизвестными. Мы сидели в тесных дореволюционных стеножках, прижавшись друг к другу, и я поражался, до чего синеглазка похожа на Мэри Пикфорд, что, впрочем, не соответствовало истине, разве только реснички. И пучок пыльного света, в котором, как в сказком станке, передвигались черные и белые нити, озаряя нимбом ее распустившиеся, обычно гладко причесанные волосы. Мы смотрели в театре опереты ярмарку невест, и ария «Я женщину встретил такую, по ком я тоскую», уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски. И, гуляя в антракте по фойе рядом с синеглазкой, я не мог оторвать взгляды от раковинки ее ушка, разоревшего среди русых волос. А вокруг нас ходили зрители того времени, нерпманы, среди которых так чужеродно выглядели френчи и сапоги красных офицеров и их бинокли, но не маленькие театральные, а полевые цейсы в кожаных футлярах, висевшие на груди, иногда рядом с орденом боевого красного знамени на алой шелковой розетке. и мы слушали гуденотов в оперном театре Зимина, и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, до знова холодной снаружи и по девичьей горячей внутри. И я не мог себе представить, что скоро она должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила. И на всю жизнь любит только меня. И в ожидании следующего свидания я, как одержимый, писал ночью в мыльниковом переулке. Голова к голове и к плечу плечо. Неужели карточный дом? От волос и глаз вокруг горячо, но ладони ласкают льдом. У картинного замка конечно корь, бредят окна, коробят пульс, и над пультами красных кулисных зорь заблудился в смычках рауль. Заблудилась в небрежной прическе бровь и запутался такт в виске. Королева, серчатка, рауль любовь все повисло на волоске. А над темным партером повис балкон и барьер навалясь повис. Но не треснут, не рухнут столбы колонн на игрушечный замок вниз и висят и не рушатся. Бредит пульс, скрипка скрипки доносит весть, мне одной будет скучно без вас рауль. До свидания, я буду в шесть. Из всех этих строк, казавшихся мне такими горькими и такими прекрасными, Щелкунчик признал достойное внимания только одну единственную строчку и барьер навалясь позис. Остальное же с учтивым презрением он отверг, сказав, что это вне литературы. Он расхаживал по своей маленькой нищей комнате на Тверском бульваре 25 во флигеле дома, где жил некогда Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую вербьюжью головку и в то же время жмурился как избалованный кот, которого чашут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение «Нашедший подкову» и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбило его с очень сложного ритма и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком. Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто, и щелкунчик собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарно-шепелявым голосом с акмистическими завоеваниями. «Свой благородный гнус». Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал стесноручно несколько следующих строк. Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например, мне из Воронежа. «Свой благородный груз», шепелявый прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки. «С чего начать?» продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купа деревьев садика перед окном герцена, шевелящихся за маленьким окном. Все трещит и качается, воздух дрожит от сравнений, ни одно слово не лучше другого. Земля гудит метафорой, и легкие двуколки в броской упряжи густых от натуги птичьих сталь разрываются на части, соперничая с храпящими любимицами пристали. Я восхищался темным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью. Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое, может быть, и военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес, шестируких летающих тел с людиной перепончат илле. И с трудом пробиваясь вперед в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил. Несели стихи погрузили меня тогда на рассвете на ступеньках храма Христа Спасителя, смертельное оцепенение с предчувствием неизбежной мировой катастрофы. Но нет, тогда были нести стихи. Тогда были другие, чудные свои грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке, станции. Холодок щекочет теме, и нельзя признаться вдруг. И меня срезает время, как скосило твой каблук. Жизнь себя перемогает, понемногу тает звук, все чего-то не хватает, что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь, как ты прежде шелестила кровь, как ныне шелестишь. видно, даром не проходят совеления этих губ, и вершина колобродит обреченная на сруб. Никогда до этих пор я не слышал от него таких безнадежно отчаянных стихов. Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальное страдание молодого безвестного поэта почти нищего, гулять и праздного, с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на двадцатиградусном морозе у десятого дерева с краю чистопрудного бульвара. Возле катка, где гремела музыка, и по кругу, как заводные, резали летканько бесцы с развивающимися за спиной шерстяными шарфами, под косым светом качающихся электрических ламп, с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала, с отчаянными письмами, с клятвами, с бессонницей и нервами, натянутыми как струны, и, наконец, с ни с чем необъяснимым разрывом, с сжиганием пачек писем, слезами, смехом, как это часто бывает, когда влюбленность доходит до такого предела, когда уже может быть только все или ничего. А потом продолжение жизни, продолжение все той же бесконечной зимы, все тех же чистых прудов, с музыкой, с конькобесцами, но уже без нее, маленькой, прелестной, с теплым пальто, с детски округлым, замерзшим, как яблоко лицом, с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке времен военного коммунизма. В узенькой девичьей комнатке в Киеве на каком-то, кажется, на Владимирском спуске, в запущенной старой квартире, где, может быть, Синеглазый, делал первые наброски Белой Гвардией. Белой Гвардией. Белой Гвардией. Белой Гвардией. Белой Гвардией. Белой Гвардией. Белой Гвардией.